Всем привет, меня зовут Егор Шкрет, и сегодня мы снимаем классное видео... Что? Кто? ...которое должно тебе понравиться. Я кста Шкрет. Это шоу 50 хейтеров, и у нас в гостях Мия Бойко. А тайм-кодов нет, да? Давайте начинать. Ну, я надеюсь, тут настоящие хейтеры. Они опять фанаты. Ну что, как настроение, как настрой? Все супер. Поговорим с ребятами. Так много людей пришло. Да? Это очень приятно. Вопрос, у тебя тактика сегодня какая? Боевая, либо в защите будешь. А есть тактики? Ну да, вот, например, Даша Дошик говорила о том, что она будет, наоборот, активно атаковать. А, не, я так не планирую делать. Планируешь защищаться? И защищаться. Тогда неинтересно. Я просто хочу поговорить с ними. Точнее, у них же ко мне вопросы. Мухобойка, привет. Почему на пародии, который имеет лишь в развлекательный контент, ты угрожаешь судом? У тебя вся в нем персик. Что, что, что? Спасибо в начале, что лайкала видос, где я тебя обсирал в ТикТоке. Если кто-то девочку обидит, она хочет защиты. И я почувствовала просто предательство. Кого тебе живется такой лицемерной тварью? Они где-то вороню и садят, все какое-то белое вокруг. Молодым артистам, чтобы они не стали такими же, как ты. Вышло. Заберите у нее микрофон. Слушай, если ты не видишь сути в моем творчестве, то и не углубляйся. Лишь бы пробиться на эту какую-то вершину успеха, чтобы потом творить просто любую дичь. Ну что, я надеюсь, вы поставили этому лайк заочно. А мы начинаем. Let's go. Заочно лайк ставить я не буду. Сначала я хочу увидеть настоящих хейтеров. Громче можем! Привет, мема, с тобой... Что это такое? Еще раз. Ну что, 50 хейтеров. Ты условия шоу знаешь? Да, можно я поздороваюсь со всеми. Во-первых, всем привет. Огромное спасибо, что пришли. Я бы не тратила время на тех, кто мне не нравится. И никогда это не делаю. Поэтому вам огромный респект. Спасибо, что потратили свое время и пришли сегодня. Я так чувствую, что у вас ко мне накопились вопросы. Я надеюсь, что мы вместе сегодня найдем ответы. И я вам все готова рассказать. Окей, ты знаешь условия. Если есть какой-то вопрос, на который ты не можешь ответить, тебе придется дать 5000 рублей. Хорошо, без проблем. Но мне кажется, я на все отвечу. Ну что, раз ты готова, хейтеры, вы готовы? Да! Кто готов взять на себя ответственность и начать? Почему на пародии, которые имеют лишь в развлекательный контент, ты угрожаешь судом? Да, некоторые факторы могут показаться оскорбительными. То лимонад со вкусом говна получился... Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Лолстим. Эпигейм, Спотифай, Телеграм, Стим. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Лолстим. Лолстим купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодные прайсы, если хочешь уиграть. Ты посоветуй, друзья, регистрируйся сам. Получился объективно так себе. Я крэйзи, потому что думаю, что это будет продаваться. Но снимай на такую платформу, как ТикТок, и снимай на такую большую аудиторию, нужно было изначально понимать, ну что ты идешь. То есть в интернете сидят разные люди с разным мировоззрением, и не всем твои действия могут нравиться. И ни один блогер не оскорбился на пародию на себя, в то же время как-то... Я оскорбился. Пишешь комментарий, как дело передано юристам, жди. Это ли не смешно? Благодарю за вопрос. Артист человек очень эмоциональный. И я тоже супер эмоциональный. Я могу сейчас... Ну а это не эмоциональность, а скорее всего, тогда правильно было бы сказать, что супер обиженная. Вот. Так, наверное, будет правильнее, да? Тут не эмоции, а просто какая-то обида от какой-то херни. Смеяться, через пять минут плакать. И действительно, некоторые пародии меня обижают, потому что я вкладываю всю душу во всё, что я делаю. Но в настоящий момент я понимаю, когда, знаешь, уже чуть-чуть успокоюсь, я понимаю, что пародии очень сильно продвигают в том числе и меня, как... А, то есть сначала в суд подаёт на кого-то, а потом такая... Проходит неделя такая, блин. Не, наверное, всё-таки не стоило. Ну, похуй уже. ...персонажа и мои лимонады. И главное, что все начали это обсуждать, наконец-то. Все меня вспомнили, да? Так, может, тогда я не нужен в суд сразу бежать подавать? Может, сначала надо недельку посидеть, успокоиться, как-то, может, переварить себя? Честны спустя... Да, что это за хуйня, господи? Вы посмотрите, ну... Не, если у неё вот такие хейтеры, то... Ммм... Возможно, она тогда всё правильно делает, я не знаю. Пародии вот этой девочки набирают огромное количество просмотров, поэтому в целом мне это... Блин, я бы хотел посмотреть на своих хейтеров. Если бы я в России жил... У меня же сейчас в России пиздец хейтеров сколько, да? Даже интересно, как бы они выглядели. Вот если бы я пришёл на шоу Егорика, кто бы пришёл туда? А, вы? Чё, охуели, что ли? В этом и прикол, что пришли бы, скорее всего, вы, нежели чем реальные хейтеры, и вы бы сидели, задавали мне какие-нибудь тупорылые вообще вопросы, которые, ну, вообще не хейтерские. Вот в плюс, и фраза передала юристу, она уже стала некой мемной фразой, поэтому, мне кажется, я даже своего рода... Сосал, ну, типа того, да, вот такие вот, ага. Создала... Проказу, указу, ебал, сосал. Определённый виток. Обижаюсь ли я на пародии? Нет, глобально нет. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, как вообще живётся вот в этом всём ощущении, то, что от тебя отвернулись все русские артисты, многие зрители от тебя отписались. Вот как будто бы на данный момент ты являешься неким... Бля, это как мне иногда где-то в комментах пишут, блядь, от Хесса уже все отвернули, все от него отписались. Это долбоёб продолжает говорить о политике, несмотря на то, что вот, ну, блядь, пиздец, и так всё потерял. Вроде онлайн нормальный, вроде всё нормально, вроде никто и... Ну, как, конечно, есть аудитория, которая отписалась, но люди порой прям как будто бы преувеличивают. Все отписались! А это боты, видимо, меня смотрят, да? Отбросом медиа-сегмента. Вот и у неё так же, походу. Благодарю за вопрос, но я действительно не считаю, что я отброс медиа-сегмента, потому что... Яхт, отброс. У меня вырос. Так она реально зашкваренная сейчас. Не, я понимаю. Ну, блядь, ну от неё точно же не все отписались или отвернулись там какие-то известные люди. Гонорар. Я выпустила лимонады. Вышла моя кола. У меня берут рекламу. Я даю концерты. Я езжу, путешествую, смотрю мир. И то, что мы не общаемся с некоторыми артистами, это нормально. Они не обязаны меня любить. Но своим поведением в этой ситуации они показали мне своё лицо. И тем самым я... Я своё лицо, кстати, показал в 2017 году. ...отсеять людей, которые в моей жизни неверные. 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 Звучит так, как будто она... ...верит там в Аллаха. Девять к нахуете, что с ебалом хейтеры. Ошиблись. Но на самом деле, вот те, кто высказывались, мы сейчас пересекаемся на разных мероприятиях, и они ведут себя, как ни в чём не бывало. Чтоб вы понимали, это так странно и смешно. Если ты считаешь по-другому, это твоё право. Но у меня всё хорошо. Нет, но при этом всё, у тебя же... Чаще всего так это и происходит. То есть, когда какие-то известные блогеры, стримеры срутся в интернете, а потом где-то в реальной жизни они пересекаются на каком-то мероприятии, особо ничего не происходит там. И вы там просто или как бы друг с другом не пересекаетесь, да, никак. Или типа, о, привет, привет. Ну чё? Ничего. Ну ладно. Пойдём пивко пить. Всё. И всё. За последнее время нету как таковых фитов, которые бы залетали. А я не хочу фиты. Я отказываюсь от фитов, потому что я считаю, что я должна сама как артист сделать... Ребята, есть куча, блядь, примеров. Огромное количество. Все, кто конфликтовал в интернете, прям жёстко готовы были порвать друг друга. Как только они где-то пересекаются в реальной жизни, проходит час. А они выкладывают совместную фотографию, где сидят вот так обнимаются, типа, ну мы все вопросы порешали, короче, всё нормально, блядь. Оказывается, он не такой уж и хуесос, а этот тоже не такой уж и хуесос. Всё нормально, блядь. Все вопросы были решены. Короче, чаще всего блогеры или стримеры при личной встрече всегда вопросы какие-то так или иначе решают очень быстро. Вот. То есть достаточно людям, блядь, лицом к лицу пообщаться. А в интернете начинается вот эта вот херня. Что-то достойное, чтобы потом не сказали, что... Ну, у Джебуда, вот можно исключение, там человек в принципе неадекватен. Я прицепом кому-то прицепилась, чтобы быть популярной или чтобы оставаться на плаву. У меня такой вопрос, почему ты не можешь просто извиниться перед девочкой-квадробером, ведь ситуация была в том, что, ну, не как ты относишься к этому занятию, а в том, что ты публично унизил ребёнка на сцене. Где тут у нас котёнок и этот квадробер, мировой? Квадробер! Кто-нибудь ещё это поддерживает из вас? Ой, квадробер эти, я думала, это вот сказка, казалось, что это существует. Почему ты продолжаешь стоять на своём и всё больше закапываешь себя в эту яму? Я увидела классную, красивую девочку, и я ей об этом сказала, и это был мой главный посыл, что ты красивая. Ты же шумик, малыш, ты красивая девочка, посмотри какая, зачем тебе быть кошкой? Нет, ну, суть же в том, не в красоте во внешности, а в том, что ты могла нанести травму ребёнку, потому что многие блогеры потом пытались, как бы, водить её в какие-то места, чтобы она забыла об этой ситуации. Невозможно нанести травму ребёнку после слов «ты красивая». Ну, вообще-то, возможно, учитывая, что ты её, как бы, принижала прямо на сцене перед огромным количеством людей на камеры, вот, после чего, возможно, её там в школе, если она учится в школе, да, над ней могли смеяться. То, что её красиво назвала, это никто не учитывает. Людям похуй. Они больше обратили внимание на том, что ты её квадробером назвала, да, и как бы принизила сам факт того, что она является квадробером. То есть, как бы, ну, вот на что люди внимание обращают. А то, что там она сказала, ой, ну, ты ж красивая, ну, ок. А на это никто внимания не обращает. Мне кажется, это очень странная травма, нет? Её же начали унижать после того, как ты сказала про то, что, ну, ты что, квадробер, это же ужасно. А ты считаешь, что это нормально? Нет, ну, есть разные виды, как бы, квадробер. Одно дело, когда он, ну, как бы, ходит в туалет на улице, и другое дело, когда ребёнок просто надевает маску и говорит, что я там кошечка или собачка, потому что её мама, насколько мне известно, потом говорила, что она просто ходит в маске и ничем таким странным не занимается. Я с тобой абсолютно согласна, я думаю точно так же. Я начиталась в интернете огромного количества информации об этом, мне попадались ролики, что делают задания, где заставляют там скушать кошачий корм или ещё что-то. Это, это как сказать, ты такой красивый, но такой тупой. Блядь, всё, у меня травма теперь. Хотя же по факту. И дети, как раз таки с неокрепшей психикой, о которой ты сейчас... Я дети с неокрепшей психикой, не называйте меня тупым. Таишься донести, только в сторону того, что я могла её обидеть. Это уже странно, маску носить. Чуваки, блядь, в детстве, чем только дети вообще в принципе не занимаются, разной хернёй. И всякие вот эти вот эмо, блядь, которые были когда-то. Какие ещё можно примеры привести, я не знаю. Пацаны часто в детстве на улице, ну, сейчас на улице никто не гуляет, но раньше, когда это было, войнушку играли, блядь. Реально. Типа представляли, что война нахуй. Бегали по этим окопам, прыгали там, прятались, по кустам стреляли друг у друга. Ты с Путиным бы братался, увидев в реале. Вот. Получается, ты с Путиным бы братался, увидев в реале. Нихуя ты сейчас сравнил, конечно. Я говорю, о блогерах, при чём здесь Путин? Путин блогер, что ли? Да, поэтому, ну, дети по своей глупости, что ли, часто какой-то хернёй занимаются. Ну, так это же проходит. Как и это квадроберство тоже пройдёт. Они готовы это делать, чтобы их приняли. Чтобы их приняли в тусовку. А их и так могут принять, потому что девочка красивая, потому что она молодец, потому что она просто есть, понимаешь? Теперь давайте просто о квадроберах поговорим, раз уж на то пошло. Если вы занимаетесь этим искусством, назовём так, с позволения, если вы понимаете, что вы тратите на это увлечение там, два часа в день, это спорт, вы там, пиздец, сидят два интернет-героя в футболках язык квадроберов. Да? Потом снимаете маску и идёте по своим делам, в школу или ещё куда-то, то это ок. Окс, стой, я фуриёб. Но есть квадробинг, который навязывает ложные ценности. Началось, блядь, какие нахуй ценности ложные, господи, блядь. Ладно, давайте послушаем, пусть расскажет нам о ложных ценностях. Она-то в них разбирается, я так понимаю. Только в суд на меня не подавай, я без негатива. Я в шоке от того, что можно ходить в туалет в лоток, мяукать, А кто эти ценности навязывает, мне вот интересно. ...людей. Это же рофл, господи, блядь, это какие-то зумеры просто прикалываются. Какой-то дебил, блядь, снимает себе тикток просто и всё, кринж. Но я же несу ответственность за свою аудиторию, я несу ответственность за то, что я говорю. И я ещё раз хочу поддержать эту девочку. Марьяна, ты красотка, оставайся с собой. И я тебя всегда жду в Москве, если ты захочешь приехать ко мне и поговорить. За вопрос тебе огромное спасибо. Мне давно хотелось на него ответить и честно с вами о нём поговорить. Вот у меня вопрос, смотри, там... Блядь, кто-нибудь из вас, кто живёт в России, видел квадроберов на улице? Которые реально вот как животные бегают там на... Это... Ну, вы поняли, короче. Может, где-то там, где вы учитесь, вас там квадроберы бегают, я не знаю. Да, Богдан? Какой Богдан, блядь? В Украине видел? О-о-о-о! У меня сестра квадробер, блядь. Видел, но только в Эстонии. Короче, ну, большая часть не видели этого, вот этого. Из-за того, что это вырезка, не совсем понятен контекст, с чего это конкретно началось. Вот, типа, девочка искала маму. Девочка потерялась. Вот первое, что ты сделала, ты начала говорить про вот комплимент девочке и про квадробинг, или вы всё-таки нашли маму? Нет, мы начали искать маму, кожа курицы-гриль из шаурмичной, говорит девочке оставаться собой. Он. А что, нельзя загорать, что ли? Я что-то не понял. За мир, за Киев, спасибо. Потом выяснилось, что она специально вышла, что у неё такой прикол, и... Это был... Я вот с собой остаюсь, посмотри. Не хожу в этот самый... Где там загорают? Этот... Как он, блядь? О, Господи. Как-то хрень называется, куда там ходят? Солярии. О, в Солярис не хожу. Так похож зато на трупы зомби, блядь, как будто, я не знаю, снаркоманился чел. Да уж лучше ходить в Солярии, чем, блядь, вот так вот сидеть, как я. Посмотрите видео Шевцова, я там реально чисто нарк. В некоторых кадрах. Особенно после стрима, когда я уставший, это просто ходит чел вот с такими синяками, блядь, бледный синий какой-то. Ужас. Мама? Это был пиар, я не знаю кого, но это... Я не могу утверждать. Дело в том, что до того, как вышла эта девочка, за мне на сцену выводили потерявшихся детей. И, возможно, кто-то из них действительно потерялся, а кто-то нет. Ну, как бы то ни было, если это был пиар, то он удался, и девочка стала популярной, у нее в ТикТоке просмотры пошли, и я поздравляю с этим. Вот если бы у тебя была возможность вернуться в то время, вот сейчас, в ту ситуацию, ты бы сделала все то же самое, или все-таки какие-то бы слова убрала? Ну, я бы изъяснялась более точно. Если не сложно, что бы ты сказала? Ну, оставайся с собой, ты такая красивая. То есть про квадробинг ты бы ничего не сказала? Ну, я бы не стала говорить, наверное, слово «не дай бог», потому что это прозвучало как осуждение для всех. Хотела ли я осудить? Нет. Можно, конечно, как и девочка, если хочет надевать маску, пусть носит. Это никого ебать не должно. У нас скорее к тебе вопрос, почему ты сразу не извинилась и топила до того вам. Я не извинилась, потому что извиняются тогда, когда чувствуют вину. Но ты только что сказала, что ты жалеешь о слове, не дай бог. Я не жалею вообще ни о чем в своей жизни, потому что все, что происходит. Батя на ЧСВ. Господи, блядь. Так и должно быть. Это все к лучшему. То есть если я обосрался нахуй по носам во сне, значит так оно и должно было случиться. Это все к лучшему. Значит надо было обосраться. Значит так бог решил, что вот мне надо насрать в штаны себе, блядь. Все типа что? Нет, так не должно быть. Но так случилось. Но нет. Это не значит, что так должно было случиться. Идешь по улице, машина тебя сбила. Ну блядь, ну так должно быть. Ну так значит должно было случиться. Нет. Почему не извинилась сразу? Я вину не чувствую. Я чувствую ответственность. И ответственность в том числе за свои слова. И для меня это урок, чтобы впредь думать еще более серьезно, что говорить и как говорить. Но вины я за собой не чувствую. Мы поняли. Так почему не извинилась все же сразу? Ты прогревала аудиторию? А я в целом не извинилась. Я же потом тоже не извинилась. Но ты признала ошибку, признала ошибку и была готова поговорить, встретиться как-то уделить. Нет, это все клевета. Сейчас суд ее подаст. Блядь. Так, ну что, готова судиться? Ты? Ты? Блядь. Я считаю, что я несу ответственность за то, что дети могут выходить на моем концерте в костюме квадробера, а потом пойти в школу спокойно, пописать в лоток. Че, блядь. Какой нахуй пописать в лоток? Кто сказал, что она, блядь, в лоток ходит, в туалет? Именно та девочка, с которой она общалась. Там просто маска на лице была, и все. Кусать прохожих. Да, кто сказал, что именно она кусала прохожих-то, господи? Для того, чтобы этого не было. Таких, блядь, детей, которые срут в лоток и кусают прохожих, от силы, ну, я не знаю, сколько, по пальцам пересчитать, которых там на видео сняли, и то, может быть, там многие из них это делали, блядь, для того, чтобы на видео попасть. И все. Я попыталась сгладить ситуацию. А они обращают на это внимание так, как будто это какая-то массовая болезнь, как коронавирус. Дети по всей России начали срать в лоток и кусать людей. Чисто зомбо-апокалипсис. Знать, что она красивая, но, пожалуйста, не занимайся ей. Просто, блядь, из ничего раздувают реально, типа, какую-то проблему. Какие-то депутаты несут чушь, блядь, надо запретить квадробинг. Как будто проблем других в стране нет, ебаные дебилы. Сидят что-то там и создают проблему, которая не является прям массовой проблемой. Этим. Есть много крутых занятий. Я не откажусь от своих слов. Что бы вы сейчас не говорили. Мне просто страшно. Это пиздец. За то, что... За что страшно? Господи, блядь, за то, что два пиздюка насрали в лоток? Да у тебя под жопой вещи пострашнее в России происходят, сука. А она бегает, блядь, квадробинг осуждает. Блядь, блядь, блядь. Зачем раздувать из-за этого трагедию? Это не трагедия, это не страшно. Страшно другое, о чем она, естественно, говорить не будет, потому что, ага, ей сразу конец ей карьере придет. Человек может таким образом обидеться и еще больше углубиться вот в эту субкультуру. Мне только за это грустно, что я эту тему пропедалировала и она выросла еще. Если вокруг тебя психи, это реально страшно. Но в данной ситуации психи-то не квадробинг, не квадроберы, господи. Да, в России сейчас много психов. И это реально страшно, когда они тебя окружают, блядь. Еще сильнее. Теперь мой вопрос, да. Так, это был не твой вопрос? Нет, я просто продолжила мысль, прошу прощения. Да, твое тело полностью сделано хирургами. Ты это скрываешь? Чего, блядь? Ее тело полностью сделано хирургами. Она кукла? Ее создали в лаборатории? Она робот? Ее сшили? В смысле полностью? Что же значит полностью? Франкенштейн, нахуй. Ничего себе, Франкенштейн, конечно. Но при этом ты позволяешь себе шеймить свою сестру, шеймить маленьких девочек за внешний вид, там, за вес и так далее. В этом такой очень грубый вопрос. Каково тебе живется такой литимерной тварью? А-а-а! Вот это настоящий хейтер! Блядь, если бы я был там и мне бы вот так вот еще и тварью назвали, я бы такой, типа, маму ебал. И все. Это все, чтобы я ответил. И меня бы порвало. Я бы сказал, ты че, ты? Да я, да я, да я, я твою маму в кино водил. Ну, что же ответит она? Ты живется такой литимерной тварью. Благодарю вас за вопрос. Кстати, как вам моя фигура? А, ну... Хирурги молодцы. Да покажи фигуру, дебил. Че ты, блядь, показываешь-то этих дурачков, господи. Как вам моя фигура, блядь? Камера просто в другую сторону. Куда-то, блядь, туда улетает. Ты? Ну, то, что ты говоришь... Классно. Думаю, тело полностью сделано. У тебя есть какие-то доказательства? Фото до, после. Хорошо. А что у меня сделано? Можешь, пожалуйста, сказать? Филлеры. Вот в этих частях подбородок, нос. Насчет... Ну, не видела тебя в бикини, не могу сказать насчет пересадки жира, но в какой-то момент ты... Пересадка жира? Не, она сказала про все тело, что у нее все тело сделано. Похудела на 10 или на 20 килограмм за месяц. Я похудела на 15 килограммов, потому что меня очень сильно шеймили, я просто перестала есть. Так, ребят, кстати... Не, я понимаю, что такое у кого-то может быть чисто психологически, надавили на нее, она реально перестала есть. Вот. Такое, возможно, у людей бывает. Люди разные, мозг у всех разный, по-разному люди реагируют на всю херню. Но! Вот я почему дрыщ? Настолько худой. Все потому, что вы меня шеймите, кстати. Возможно, это как-то связано, просто я сам этого не замечал. Да-да. Во-вторых, единственное, что у меня в лице... Что такое шеймить? Шеймить. Типа, а, за внешку предъявлять, я понял. Ага. Есть это в губах гиалуэронка. Гиалуэронка. Я каждый день делаю себе массаж лица. На филеры массаж лица делать нельзя. Поэтому, ну, типа... Ну, тут только сосков. Ну, да, это мне без разницы. Ты можешь верить. Так, к шеймингу вернемся. Ты говоришь, что я шеймила свою сестру так, и как живется мне, лицемерной твари. Ну, ты все время что-то ешь. Ну, это да. Ты сейчас сколько весишь? 59. А, ты весишь больше, чем я, Лиза. Да. Это ненормально. Я считаю, что тебе нужно весить 55. Ты действительно думаешь, что я, которая... Львать, на 4 килограмма меньше. Вот это нихуя себе. Вот это... Вау. Разница просто колоссальная, конечно же. И в которой 5 детей. И я старшая. Я буду шеймить свою сестру за лишний вес. С учетом того, что я сама страдала, от этого ничего не ела, что я толстая, жирная. Ты думаешь, что я... Зачем? Но проблема в том, что она не была ни толстой, ни жирной. А загналась, потому что ей якобы говорили, что она жирная. Хотя она не была такой. Так же, как и с сестрой тоже. И сестра у нее нормальная. А она сестре говорит, типа, ебану, блин, это ненормально, тебе надо похудеть. Хотя ей не надо худеть. Вот в чем проблема. А действительно на серьезных щах буду свою сестру шеймить? Это полный бред. Сестра пришла ко мне, Лиза, и говорит, ты меня продюсируешь, что мне делать? Я говорю, Лизонька, ну ты сама что думаешь сделать с собой? Она говорит, пожалуйста, меня очень сильно хейтит в ТикТоке, можешь мне сделать нос? Она просила носу, у меня 5 лет. Я говорила, как тот... Дай нос! Дай мне нос! Сколько тебе 18 будет, ты вся сформируешься, тогда можешь... Коребок, спасибо. Можно делать нос, пока нос делать нельзя. Когда я стукнула 18, я ее отдала хирургам, ей сделали нос. Это была ее мечта, она себя так полюбила, что на этом фоне она еще и похудела. Но в том видео, за которое вы меня все потянули, мы договорились. Вы можете это спросить, как бы у нее... Договорились? У кого угодно. Это было постановочное видео для комментариев. Ебать. Вот оно что. Окей, а, то есть байт, просто байт. Чтобы это был байт и чтобы она... Ну, она планировала похудеть. Короче, ясно, договорняк. Выглядело лицемерно. Ну... Я... Я сожалею, что тебе так показалось. Вот мне интересно, ведь по факту, вы, я так понимаю, сделали байт, вы договорились заранее, до съемок. Она хотела похудеть, да? Да, да, да. Но если говорить об ответственности... И нахуй этот байт делает? ...за аудиторию... Не, ну он сработал. ...за аудитории, это выглядит странно, что ты шемишь свою сестру, и сестра это хавает, и это типа норм. Как бы, если говорить об ответственности, то это тоже не самый ответственный, на мой взгляд, поступок. Я сожалею, что это так выглядело. Самое главное для меня, это то, что моя сестра счастлива, то, что она себе нравится. И пишут, кстати, что она поет круче меня, и я этому рада, потому что она действительно поет круче меня, у нее голос намного сильнее, чем мой. Я очень верю в то, что у нее все получится. Но... Ну, ответственность это... Но! Ну пошла она нахуй! Жестко важная тема. Шеймить родственников прилюдно, это плохо. Я это поняла. Квадроберов рот ебала. Байтов. Да. Такого байта больше не будет. Мия, привет. На самом деле, мне нравится свое творчество, я за ним слежу очень много лет, и... Что, блядь? Подожди. На самом деле, мне нравится свое творчество, я за ним слежу очень много... Алё, здесь сборище хейтеров должно быть. Вот опять. Ну, не похож на типичного фаната Мия Бойки, я их представлял по-другому. Эээ, ну ладно. И всегда хотел узнать, у тебя шавель или персик? Что, что, блядь, господи. Эээ, блядь. Еще раз, дайте я здесь тревотаю сейчас. Я за ним слежу очень много лет, и всегда хотел узнать, у тебя шавель или персик? Что, 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 у тебя шавель или персик? Я люблю маракую. Зачем вы заставляете меня стыдиться? Я люблю маракую. А ты что имел в виду? Ээ, виду... Какой интересный вопрос. Ну, представь на секунду, вот представь, на самом деле, это жестко смело, хоть это отвратительно жестко, но представь, вот человек, который пишет комментарии, хейтер. Он же реально такие комменты пишет. И тот факт, что он озвучил его, это просто... Давайте просто ему поаплодируем. Я не буду. А будет ответ? Ну, тебе надо как-то... Слушай, версий там много, как можно назвать. Щавель, персик, еще вареник называют, да? Пирожок. Но я певица, я просто в этом не эксперт. Я точно не могу сказать, как... А у певиц там что-то другое совсем, да? Когда называйте, как смешнее будет. Думайте, как хотите, как вам удобно. Я просто не знаю даже, как на этот вопрос ответить. Это никак. Назови, просто думай. Давай тогда персик, я просто фрукты больше люблю. Я хотела вернуться к теме с лимонадом. Если я не ошибаюсь, то ты представила свой напиток 26 июня, который ты говорила, что разрабатывала со своей командой 7 месяцев. Целых 7 месяцев мы с моей командой разрабатывали этот продукт. В итоге потом узнали, что он уже продавался на протяжении года. И плюс он сначала позиционировался как без сахара, а после этого в него стали добавлять сахар, и даже не сказали никому об этом. И вот я хотела спросить, ты вообще пробовала то, что ты произвела? И тебе плевать на здоровье твоих фанатов, да и в целом на здоровье людей? Первое. Разрабатывали 7 месяцев. Это правда. Разработка занимает определенное количество времени. Но какие 7 месяцев? Эти 7 месяцев могут быть 2 года назад, а могут быть год назад, а могут быть прямо сейчас. Просто сам отрезок разработки 7 месяцев. Второе. Всегда, когда производится продукт, он идет на тестирование в определенные точки. И далее собирается обратная связь от людей. Вначале хотели сделать полностью без сахара. Но знаешь, что сказали люди? Что не сладко. Поэтому пришлось добавить туда немного сахара. И этот сахар у нас меньше, нежели в остальных лимонадах. И мы тут же поменяли этикетку. Сейчас у нас указано везде, что есть сахар. А занеси-ка сюда лимонады всем, дай попробовать. Бля, это что, интеграция лимонада начнешь? Всем принесла же. Просто если вы попробуете, мне будет приятно. Я сама знаю все свои ф... В итоге сейчас всех хейтеров отравят. Просто, бля, интересно придумала. Сейчас они все таки открывают, пробуют и просто там... В один момент все падают, блядь. И она такая... А, 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 ну шо, хейтеры, сука, квадромеры, ебаные, блядь. Абсолютно нормально. Я тоже их не знала. А я смотрю, ты подготовилась, да? Ты знала, что про лимонады... Ну, я чувствую... Не, я просто хотела, чтобы все попробовали, потому что много было комментариев. Но ты же понимаешь, что это хейтеры? Они вот принципиально не скажут, что это хороший лимонад. Да пофиг, я готова. Вот давайте попробуем честно оценить... И сейчас все таки, да не, нормально. Я тоже, в свою очередь, попробую. Ага. Блядь, реально интеграция пошла. Я уверен, что это дерьмище то еще. Но сейчас важно, если не понравится, то это будет... Потому что для меня любые напитки подобного характера говно. Любые вообще. Да, но если не понравится, говорите правду. Тогда поднимите руку те, кому понравился лимонад. Раз, два, три, четыре, пять. У тебя баклажан или огурец? У меня... У меня... Слушай, у меня... Хес, тебе срочно нужно сделать свой соевый соус. Я бы покупал. У меня шланг. Да, реально, надо соевый соус, да. Только у него продавать будет негде, кроме как в Америке. Это те, кому не понравились? Те, кому понравились? А, понравились? Десять человек. И теперь, кто попробовал колу? У кого кола? Поднимите руку. У трейки. Те, поднимите руку, понравилась она или нет? Один человек из трех. Но я скажу так, я люблю доктор Пеппер. Только. Я не люблю кока-колу даже. Я ее, если ее пью, вот как раз таки писала. А я любила. Согласен, если выбирать между кока-колой и доктором Пеппером, я бы выбрал доктор Пеппер, кстати. Кока. Теперь пробую я. Окей, let's go. Короче, это кола с клубничным вкусом. Такой еще не существовало до этого. Чего, блядь? В смысле, ну, не существовало? То есть, никто в мире не додумался сделать колу с клубничным вкусом, нахуй? Не, я верил, вишневая есть, там, кола и ванильная есть. А клубничную, так, вообще никто не додумался, да? Да, правда, ее не было, ну, согласись. Серьезно. Ну, во-первых, я скажу, что она не так, не очень сильно газирована. Как будто бы. Я люблю, когда более газирована. Напоминает компотик. Не скажу, что невкусно, но если бы у меня был выбор между доктором Пеппером и этим, я бы все-таки остался на своем. Ты бы не изменил ему. Да, да, да. Вот я тебе скажу так, это клубничка. Нет, я кладу руку на сердце, что не проплачено. Я бы просто, я бы не потянула, если бы проплатить. Да давай уже дальше, блядь, с этим лимонадом. В любом случае, спасибо вам за обратную связь. Если кому-то не нравится, это значит, что у меня есть над чем работать и я постараюсь улучшить. Я думала, сейчас скажешь, если кому-то не нравится, это значит, что у вас нет вкуса. Продукт, это вообще только самое начало. Есть куда расти. Ладно. Спасибо вам большое всем. Окей, ну что, попили водичку? Попили лимонадик. Теперь давайте вопрос. Мия, привет. Недавно ты высмеивал девочку-квадробишу, а как ты оправдаешь свой музыкальный клип Капкан? Где ты в костюме русалки, там... Какая хуйня, боже, блядь. Ну можно еще более тупой, бессмысленный вопрос задать? Клип. Интересно. Хорошо подметил парень. Хуйню подметил парень. Я люблю детские сказки. Ну и если ты помнишь, мой образ был с синих волос, очень запоминающийся. Но если ты заметил, то больше ты меня нигде не видел в таком костюме. Только в клипе. Гораздо более провокативнее получился клип Гагарин, где я лысая. Но... Тем не менее, мне важно, как я сейчас выгляжу. Я с собой очень довольна. И я даже распечатала, просто чтобы вы наглядно увидели. И даже наглядно для себя я это сделала, потому что мне психолог дала задание. Вот как тебе такое? Холок. Ну, сколько тебе здесь лет? Лет 23. Вот. То есть я такая полненькая. Как было все ужасно, так и осталось. А теперь я выгляжу вот так. И я себе нравлюсь так больше. И если люди есть, кто пишут, что было круче, и сейчас ты стала неприметной, спасибо вам за мнение, но мне вот сейчас, как я выгляжу, нравится больше. Я себя полюбила, я себе понравилась, я работала над собой, чтобы так выглядеть. В посте, который ты публиковала 5 сентября, в свой канал была такая фраза, что ты всегда в полной мере осознавала свою ответственность за посыл, который ты транслируешь массы. Хорошо, тогда ты также в полной мере осознавала свою ответственность, когда все свои клипы песен «Бабочки» и «Гагарин» снимаешь крупным планом свои ягодицы и снимаешь себя в одном бодзе. Или ты полностью осознаешь свою ответственность, когда говоришь про то, что квадробером разрешили сидеть в школах на лапах, хотя ни одного конкретного врешь про убийство якобы квадробера, переврав полностью историю. Чего? Я что-то, блядь, потерял суть вопроса. Или когда ты на федеральном канале, а именно на съемках Comedy Club, показываешь российский жест и говоришь, что обязательно все китайцы будут слушать твои песни. Ты так несешь за подрастающее поколение и за себя ответственность? Если вы думаете, что это касается только... Развращает аудиторию свою, да, малолетнюю, показывает жопу, акцентирует внимание на всем этом. Китайцев, вот это знак, вы глубоко ошибаетесь, это был камень в огород всех азиатов, которые живут на территории Средней Азии и живут в России. Осуждаю, да. Ты практически не имеешь права что-либо говорить за подрастающее поколение, когда в своем возрасте позволяешь себе врать, расизировать и сексуализировать себя в клипе, который ты транслируешь и предназначен для детей, транслируя все это в свои возрастные аудитории. Благодарю. Какой вопрос? Очень. Я вас, наверное, сейчас огорчу, но мне не кажется. То есть, ты хочешь сказать, что ты имеешь право предъявлять раз... Почему у нее на майке написано Тарас? Другой, ну, России людей, сказать, то есть, внешности людей можешь предъявлять, показывать жест российских на канале. Кого? Можешь делать, имеешь на это право? Вы правы в том, что разные инфлюенсеры делают разные поступки, которые несут... А, тупак! ...в массы, из-за которой потом несут ответственность. И все, что я делаю, я потом несу за это ответственность. Но ты никак не прокомментировала этот момент. То есть, все говорили, извинись за то, что ты показал российский жест, предъявили многие люди, но ты просто показала этот жест, и все. Никакой информации потом не было. Ну, ты просто выступил с этой... право молчать я использую так же, как и право говорить. И сейчас я воспользуюсь этим правом. То есть, ты выбираешь молчать? Да. Хорошо. То есть, ты, получается, не отвечаешь на вопрос? Я отвечаю на ваш вопрос тем, что я использую право молчания, когда хочу. А когда хочу, говорю. Хорошо. Извините, если я вас разочаровала. Обожаю. Ну, попробуй развернутое, более развернутое ответить. Прости, пожалуйста, но ты понимаешь, что своими вот этими поступками, как бы, ты сама говорила в шоу, например, в разных, то, что ты несешь ответственность как раз именно за детскую возрастную аудиторию. Они, считай, растут, так скажем, смотря тебя. Жалко детей, конечно. Ты понимаешь, что, видев в интернете про тебя информацию о своем кумире, так скажем, они могут брать из-за тебя примеры и также могут создавать так же, когда вырастут такие же клипы, тряся своими ягодицами, ну и так далее. Есть, к сожалению, информация. Да, дело даже в том, что они клипы какие-то будут делать. Я думаю, что, ну, часто, может быть, и такой же маленький девочке, смотря на ее клипы, где она ведет себя вульгарно, показывая жопу, сиськи, я акцентирую на этом внимание, будут думать, что так и нужно, да, делать, в принципе, и в жизни. То есть, они подрастут и тоже начнут, жопа, сиськи, короче говоря, туда-сюда, блядь, вот, будут такими, типа, развратными. А минусы? Как тебе сказать-то? Минусы? Да, ну, наверное, они все-таки есть. Потом они в 16 лет, потом мы смотрим различные передачи, блядь, где-нибудь, всякие разные, неприятные. В интернете обо мне, которую я удалить не в силах. Не, ну, представь, ты батя, ты отец. Твоя малолетняя дочь ведет себя как шлюха, насмотревшись какие-нибудь клипы какой-то другой женщины, да, взрослой женщины, который уже там за 20 лет. Ты как батя шо? Она это посмотришь и скажешь, блядь, дочь, ну ты и молодец. Ну ты вообще классно, блин, это, да, правильно. Дефолт, ну да, похуй, заебись. Бля, ну ладно, окей. Ладно, ок. Я не могу ее удалить. И есть вещи, которые я бы не стала делать. Но, когда ты ходишь под продюсером, то ты делишь ответственность. Вот, даже если, например, вот, в пример привести не женщин, а мужчин. Какой-нибудь пиздюк, насмотрится клипов какого-нибудь Моргенштерна, блядь, или еще какого-то рэпера, да, который там показывает себя, типа, крутым, телок трахать, наркотикой употреблять, алкоголь употреблять, деньги, бабки туда-сюда, насмотрится этой хуйни, впитает, и будет тоже ходить потом, бля, бля, такое быдло, знаете, типичное. Вот, будет ходить там, траву курить, нюхать что-то, потому что так делают рэперы, а я же, типа, тоже такой же крутой, я хочу быть, как они, таким же крутым, типа, нюхать кал, это круто, поэтому я буду это делать. Ну, согласитесь, это не очень хорошо. Все-таки, как мне кажется, все-таки популярные какие-то личности в интернете, будь это блогеры там, или еще кто-то, рэперы, например, оказывают влияние на пиздюков, ну, разве нет? Конечно, да, блядь, пиздюки смотрят на них, и хотят выглядеть так же, быть такими же, они их копируют, копируют их поведение. Если у какого-нибудь рэпера поведение еблана, да, конченого какого-то, да, который, типа, весь такой, там, против закона, там, и так далее, то и пиздюк, скорее всего, тоже попробует скопировать его поведение. Родители на что? Ну, блядь, давай вот в будущем, когда ты станешь родителем, я посмотрю на тебя. Что ты предлагаешь родителю? Со своим ребенком везде ходить, что ли? И в школу, и на улицу гулять тоже с родителем, да? Вот пиздюк, захотел пойти с друзьями погулять, и что ты на месте матери, блядь, или отца скажешь ему? Нет, ты не пойдешь. Я тебя контролирую. Или я пойду с тобой гулять, что ли, за ручку? Ты в любом случае, так или иначе, не сможешь это контролировать, будучи родителем, как бы ты ни пытался. Все равно, твой ребенок пойдет куда-то, с кем-то, с какой-то, я не знаю, не очень благополучной, как это, блядь, там, группой лиц, свяжется, будет с ними общаться, от них он будет впитывать все, понимаешь? В том числе, и от этих рэперов, там, и так далее. Приведи в пример, там, стримера, который сидит, постоянно аж кудишку дует, на камеру. А у него большая аудитория, среди них есть, там, какие-то дети, очень наивные. Посмотрели, блядь, один раз стрим, второй раз, третий, десятый, двадцатый, и видят они, что он сидит и курит. И такие, бля, я тоже хочу попробовать. Пойдет и купит, попробует, потому что так делает стример, которого они любят очень сильно. И слушает его все слова. Поэтому я часто в своих стримах даю советы полезные. И говорю, что вот это плохо делать, а вот это вот, например, наоборот, хорошо. Стараюсь не курить, не пить, и прочих у нее не заниматься. Поэтому меня отменяют, хотят заблокировать. Потому что, да, а казино, а казино это, извини меня, 18+, и я тоже говорю, что это плохо. Я же не говорю, ребяток, рекомендую. А, да? Ну, да! Когда стримеры курят свои ошкудишки, они говорят что-то? Нет, не говорят. Молча сидят, блядь, и курят. Ни разу не видел, чтобы они это как-то осуждали. Все, дальше стримят. Переобулся на лету. Нет, докажи, блядь, обратное. Где я говорил, что казино это заебись? Всегда говорил, что казино это хуня, вы там все бабки проебете. А, какой замкнутости из-за такого бережливого отношения к детям и получается отбитые детишки. Меня никогда не били, но я ссался от одного взгляда от подарков. Чего, блядь? От каких подарков? Блядь, чел, все слушали раньше рок. Вон, Курт Кобейн, например, вообще кололся. Но никто же колоться не стал. Подожди, он же не делал это публично. Я же тебе говорю о том, о чем говорится в треках, например, да, у этих рэперов. Что они в клипах показывают? Или Курт Кобейн, что, показывал, как он колется, блядь, в клипе каком-то? Нет? Ты что, например, привел? Личную жизнь человека. Я говорю про публичную жизнь. Вот и все. Хм. Он говорил в треках? Не знаю, я не слышу Курт Кобейна. Ну, а, кстати говоря, да, культура рока, например, вот, раньше была какая, да, я часто, например, слышал разные истории людей, которые в 90-е, например, да, уже были взрослыми и слушали рок. И часто у них была такая тема, они собирались где-то там в какой-то теплотрассе или в подвале, нюхали клей, бухали водку и слушали рок. Ну, типа, у рокеров это было модно, знаете, нажираться, блядь, выглядеть как, я не знаю, блядь, немытый бомж. И там, вот это вот все. Это культура рока, типа, да. Ну, такое себе. Ну, вот так вот было. Ну, шо поделать? Вот как-то так. Это говнари. Ну, в любом случае, было такое, понимаете? Вот была такая культура. Культура рэпа, это тоже что-то не очень хорошее. Не будет же рэпер петь про, блядь, здоровое питание. Йоу-йоу, я кушаю гречку и курицу на пару. Заебись. Неинтересно. Людей привлекает что-то запретное такое, да, недоступное. Вот это интересно, вот это заебись, вот это классно. Что-то такое, да, рискованное что-то. Ух, блядь. Мм, вот это круто. Уважение вызывает сразу. Ну, такие люди, я не знаю, что-то. Так, вот это вот из контекста вырезать там и прочее. Не надо мне и скидывать в чат потом. Нет, не надо. Всеми забытый Жак Энтони вместо алкоголя в клипах использовал молоко. Ага, куль ты несешь, блядь, а как же Фейс в некоторых треках заказал еду, поцеловал тебя в губы. Чего нахуй? Ну, у него тоже есть треки про нарко и т.д. Ну, вот видишь, ты пишешь безграмотно, пиздец. Ну, вот, походу, и так Фейс на тебя повлиял. Да. Ну, мне кажется, все должны изначально знать о вреде сигарет и ашек, а не смотреть, как стример попарит эту ашку. Скажут, скажут, осуждают, так не делать и продолжат парить дальше на спокичах. Конечно, должны, но чаще всего ребенок не будет сидеть такой, ммм, блин, наверное, это вредно. Наверное, я не буду пробовать. Нет, у него просто появляется желание попробовать, он пробует, а потом зависимость и прочая хрень. С продюсером. Даже не с продюсером, а даже больше продюсер тебе говорит, что делать, а ты просто делаешь. Был ли этот образ чрезмерно сексуализированным? Да. У нас в стране изменились законы, и сейчас я веду себя достойно, и стоит быть скромнее. Подожди, не понял. В России нельзя жопой трясти на камеру теперь уже, если ты какая-то рэп, там, не знаю, какая-то рэп-звезда. В России теперь запрещено сексуализировать свое тело. Взрослело сейчас, и если было это... А если бы не законно, то чё, она бы и башила прям конкретно с жопой на камеру садилась прям. Тогда, то что теперь мы всю жизнь меня будем за это притягивать, я признаю, что некоторые вещи я бы не делала. Но она крень несёт, потому что мы недавно видели клип. Эвелина, да, её зовут? И который 16. Так там вообще, слушайте, там какая-нибудь меобойка вообще отдыхает. Ха. Поэтому законы законами, но чё-то, по-моему, таких законов нет. Я не могу изменить прошлое. Это было и было. Но я тогда... Это было, было и будет. На, я делаю то, что мне говорили. Сейчас я сама себе продюсер. Давайте немного поживём и понаблюдаем, что будет дальше. Я привела не только пример по сексуализации, а про то, что... Опять же, это сложная тема, да, то есть можно осуждать вот подобное поведение этих известных людей. А в то же время, ну и что, а теперь давайте чё, как в Иране, что ли, или в Афганистане тогда жить? Вообще тогда, что ли, я не знаю, ну, как? То есть, какая грань должна быть между этим? Вот не знаю. Наврала в своём посте буквально 5 сентября, где ты объясняла свою позицию про Кодроберов, переврав историю про убийство. Этого случая нету в сети. Я не нашла ни одного подтверждения, ни канала, ни какого-то в США выпущенного, ничего такого нету. Это просто какая-то история с воздуха. Этого нету. Это враньё. Я понимаю, что ты хочешь быть права, и я даю тебе это право сегодня. Опять слив. И ты права. Сейчас. Что такое? Всё, ладно. Всё, слив. Хорошо. Что сейчас было, не понял. Ну, непонятно. Но, типа, смотрите, если она говорит, что ты права, значит, она признает, что она была не права. Правильно? Ты была не права, получается? Это не так. Ой, бля. Подожди, а как? Я просто говорю, что человек имеет право считать так, как она считает. Всё. Тогда можно любое вопрос игнорировать, и всё. Ну, считаешь так, ну и ладно, идём дальше, блядь. Я имею такое же право. Извини, пожалуйста, но так-то ты могла в тот момент, например, попросить людей, которые, ну, твоя съёмочная группа, например, про клип просто сказать, нет, я не буду снимать вот именно тряся своими ягодицами. Тогда клип нахуй неинтересный будет. Господи, ну что, так сложно это понять, что ли? Ну, большая часть клипов, где там какие-то женщины-фигуристы снимаются, всегда идёт акцент на фигуре жопе-сиське. Потому что общество такое, развратное, им это нужно. На другой клип они смотреть не станут. А если бы это Эвелина или Эвелона, блин, сняла бы клип в приличных шмотках и вся такая, типа, приличная, да, он бы собрал два просмотра. И всё. Трясти жопой модно на. Да. Милая, мне в тот момент нужен был такой продюсер, как ты. Вот тогда бы у меня всё было хорошо. Тебя рядом не было, поэтому я трясла... Так у неё детский контент же. Я не знаю, какой у неё контент. Я эту меобойку не смотрю. Извини, ягодицами. Поедешь со мной на следующую съёмку? Поехали. Хорошо. Ладно. Всё. Минус хейтер. Вопрос. Я правильно понимаю, у тебя нету возможности удалить что-либо? Нету доступа? То есть, к тем старым клипам? А дети ягодиц не видели, что ли? Не, ну, дети могут подумать, что вот так вот трясти жопой это заебись. Вот ты представь, дети начнут ягодицами трясти, блядь. Какие-нибудь мелкие пиздючки такие... Ну, это ж пиздец, нет? По-моему, да. Мне кажется, это странно. Будут копировать её поведение. В смысле, минусы, алё, осуждаю, вы чё? Господи. У меня есть доступы, но... Уже в лайке есть такое. Ну, а потом в этом лайке сидит куча педофилов, которые смотрят на эти задницы нахуй, детей. И мне не принадлежат, у меня их забрали. Угу. Всё, что я написала тогда, у меня забрали. То есть, если бы у тебя была возможность, например, что-то удалить, где есть какой-то... Удалила половину всех своих клипов, честно говоря. У меня было такое желание удалить половину всех своих клипов, но я не могу этого сделать. И также я понимаю законы шоу-бизнеса и рынка, что... Ну, что, да, не потрясёшь жопой, никому не интересно будет. Я понимаю, что хотел продюсер, я понимаю, что хотела аудитория, я работала в этих условиях, я это делала, я была готова ради какого-то успеха на это. Опа. Ради, ради, значит, успеха готовой жопой, да? А если бы тебе продюсер сказал, что ты этой жопой сейчас должна... Оп. Ну, ради успеха. Это. Но у меня забрали эти песни, как бы смысл это... Смысл уже удалять, все это уже видели, десятки миллионов уже посмотрели. Окей, вопрос. А какие бы клипы ты хотела бы удалить, если вот была бы такая возможность? Ну, я бы не все клипы удалил, ну, вы что, не все? Все я бы не удалял. Я бы все свои видео удалил старые. Я бы удалила точно некоторые сцены, которые чрезмерно сексуализированы, потому что я сама, знаешь, ругала тех, кто подавал плохой пример аудитории и всегда против этого была. И в какой-то момент заигралась и не заметила... Бля, это как Йенина, которая тоже кричала, визжала про сексуализацию женщин, о том, как это плохо. О, боже мой! И в итоге, блядь, сняла клип, в котором, я не знаю, даже, наверное, инстасамка так не сексуализировала себя, как она. То есть, она прям вот такую планку задала, через которую, наверное, даже самая развратная женщина уже не сможет переступить. И Эвелина вот эта, она же продюсировала Йенина этот клип ее. Так там, ну, это просто пиздец, да? И казалось бы, как это, как такое возможно? Что я тоже так делаю, что я в чем-то тоже подаю плохой пример аудитории. Поэтому юбки у меня сейчас длинные, все конкретные. Конкретнее, какие клипы? Попробуй вспомнить. Так, это давно уже было. Это, например, клип Гагарина. В Гагарине, я могу сказать вам, в Гагарине я иду в боди, и у меня там видно, типа, пятую точку. И я так себя некомфортно чувствовала на этих съемках, я так стеснялась, я просто постоянно потела, мы снимали где-то 30 дублей, я очень неловко себя чувствовала. Все ей эту жопу потную протирали постоянно, да? Несколько дублей. Мия, извините, давайте мы вам протрем жопу, она у вас спотела. Чего ж вы так переживаете? И я думаю, что зрители это тоже почувствовали, просто когда ты являешься собой, и ты такой есть, вот знаешь же, есть такие певицы, то они это свободно, раскованно делают. А когда ты пытаешься казаться тем человеком, кем ты не являешься, это всегда... Блядь, короче, сложная тема на самом деле. То есть, и жопу-то показать. Она же у нее голову показывала, письку вроде тоже не показывала. Вроде как бы и нормально, если красивая фигура, красивое тело, что бы не показать-то, блядь? На это же приятно смотреть. Но в то же время, если у нее детская аудитория, она может это воспринять неправильно. И как бы, и что делать-то в данной ситуации? Что, блядь, запрещать детям получается, да? То есть, перед началом клипа ставить пометку 18+. Но говорят, у нее детская аудитория. То есть, если инстасамка будет такой хуйней заниматься, ей никто за это предъявлять не станет, наверное. Потому что, да как бы все уже привыкли. Вот. Вообще, в плохую сторону выводит тебя, и плохую шутку с тобой играет. Поэтому вот тут я бы точно так не выходила. Плюс, с учетом того, какая у меня строгая семья, и как меня воспитывали. Ограничи детям, следите в интернете, вот и все. Да ты что, охуела? Кто меня смотреть тогда будет? Папа увидел этот клип, и потом сказал всем детям не показывайте маме. И мама до сих пор не видела. Потому что, если мама увидит все, это будет просто пипец. Окей, еще момент, вот по поводу истории. Вы братишки оставите без онлайна. Какой-то американской истории, где нету подтверждения точного, то есть никаких доказательств. А откуда ты взяла эту историю? Я могу сказать честно, и... Где ты взяла историю про убийство квадробера? Убийство квадробера? Скорее, что у меня как и у... Охотникам? Чего, бля? ...медийного человека есть команда, и когда случается что-то такое громкое, как эта ситуация, команда... Точно этого не видел, блядь, мы бы это обсудили, эту новость. Привет. Передай, пожалуйста, привет моему другу. Его зовут Яса, фамилия Сухуй. Спасибо. Посылаю нахуй твоего друга с таким именем и фамилией. Спасибо. Подключается и помогает, что отвечать. И здесь это просто, видимо, недосмотр команды, а я была слишком... Ага, в чате кто-то повелся. Ага, попался. Взволнована, слишком перегружена тем, что со мной происходило. Я не спала по двое суток, ну то есть у меня не было сна, я не могла уснуть. И я очень сильно переживала вообще за все, за эту девочку. Я тут же отправила своего психолога, она просканировала, посмотрела, все ли с ней в порядке. Вот Даша сидит, стилист, она не даст соврать, мы все переживали. А может там надо ударение? Я СО СУХУЙ. Вот тогда это уже не звучит так, как хотите вы. Я СО СУХУЙ. Понимаете, ударение просто, ставишь на другую букву и все. Я СО СУХУЙ. Да? Сейчас что-то с девочкой не случилось. Хоть бы она сейчас с собой что-то не сделала, не дай бог, это такая ответственность, это просто будет пипец. И поэтому, конечно, я волновалась. А команда вот так вот историю мне эту подсунули, и я не проверила информацию, и ее написала. Если это не правда, если такой истории не было, то это для меня тоже урок перепроверять 10 раз даже за своей командой, даже за теми, с кем ты работаешь, учиться... Может, понятно, Мия Бойка это одна из тех, которая бы в случае чего сразу бы написала, что я делал сбор на ВСУ. И утверждала бы, что это так и было. На моих ошибках, и даже если это ваш близкий человек, проверяйте информацию, может быть, он не со зла, но может вас подставить тем, что просто даст инфу, которая в итоге окажется неправдой. Короче, да. Ты учишься на своих ошибках, значит, что ты человек уволен уже, да? Нет. Ну, не всех можешь уволить. Например, со мной работает брат мой родной, вот его нельзя уволить. Даже если что-то не так он сделает, то у нас, знаешь, все равно отношения такие... Я понял, сложный разговор просто начнется, в котором нужно понять, кто виноват и так далее. Ну, и я все время очень много шансов даю людям, и надеюсь, что они справятся, и, возможно, это тоже моя слабость, но часто люди реально исправляются, и классно все потом. Я понял. что это правда, но вы говорите, что это неправда. Я думал, я искренне верила, что это правда, потому что я потом еще несколько таких видела где-то вбросов. Привет, Мия. Спасибо вначале, то, что лайкала видосы, где я тебя обсирал в ТикТоке. Чего, блядь? И комментировала. Вопрос. Ты раньше дружила с инстасамкой, но потом что-то пошло не так, и ты начала про нее говорить всякие гадости, хотя ты сама ниже ее на много раз. А как она, живьем поет? Она не поет, ну, она начала петь живьем. И что? Очень плохо. Почему ты перестала общаться с инстасамкой, и почему ты завидуешь ее успеху и питаешься за счет ее хайпиться? Обсираешь ее песни, там, за деньги, да, высмеиваешь, хотя у тебя песни там про Пикачу, то, что ты хочешь с Пикачу. Почему? Ты так прав, я ей так сильно завидую. На самом деле, у нее крутая песня, и я ни разу эту песню не обсирала. Я же ее спела, и спела, потому что она мне нравится. Я подумаю, потом расскажу сразу, да, на шоу Ярушина ты говорила. По-моему, инстасамка на нее в суд за это подала, если я не ошибаюсь. Боже, как это можно петь? После этого ты начала его подпевать. Ну, ну, потому что там одна нота. Это другое. Она же читает рэп, а я пыталась петь. И я часто в машине слушаю ее песни, поэтому тут не надо, я вообще ее не хейтила. Просто у девочек иногда случаются определенные терки, и они начинают что-то друг к другу вкидывать. Ага. Вот и все. Но я никакого зла ни на кого не держу. Абсолютно с уважением отношусь. И к ней... Девочки, это правда? Вы что, просто начинаете без причины хуярить друг друга иногда? и к ее творчеству. А ты не ответила, почему вы перестали дружить? Вы раньше дружили. Тут я не могу, не могу я ответить на этот вопрос. Я готова дать пять тысяч. Просто я не могу ответить на этот вопрос, потому что... Да, можно поаплодировать. Разберемся в конце съемки. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что, когда люди имеют определенный диалог и у них определенные отношения, то без участия этого человека в ответе на этот вопрос это некрасиво. Если она бы сидела здесь, мы бы ответили на этот вопрос. Но так как ее рядом нет, я не могу за нее говорить. Поэтому, Даша, классные песни. Мия, ты всегда говорила, что ты самостоятельный артист. Помню, было твое высказывание на эту тему. Но при этом ты всегда находилась под продюсированием и сейчас под ним находишься. В чем заключается твоя самостоятельность? Если даже на съемках клипа ты не могла ограничить свои какие-то права, свою... Мы же все-таки можем сказать, что мы не хотим этого делать. Но ты же не сказал, что я не хочу показывать свою попу на камеру. Сказала. Но при этом оно же не ушло. В чем самостоятельность заключается? Но я не могу обсуждать условия договора, которые подписывала тогда, потому что... Да ебаный свет. Я не имею права обсуждать то, что под NDA находится. Что, блядь, под NDA находится? Вопрос так... Не находится под NDA. Причина там. А сейчас кто у меня продюсер? Юркас. Вы правда так думаете? Потому что встречаетесь. Ну, очень приятно. Это не так. У тебя сейчас есть продюсера? Нет. То есть ты самостоятельный артист? Сейчас я самостоятельный артист, слава богу. Можно, пожалуйста, поаплодировать сейчас? Потому что я сейчас самостоятельный артист. Алло, хейтеры, нахуй вы ее слушаете и аплодируете. который сам выпускает песни. Я очень рада. И я знаю, что, возможно, сейчас нет громких хитов, но я над этим очень работаю. И просто сложнее, когда ты один, сложнее все держать в голове. Но я надеюсь, что все у меня получится рано или поздно. Ты сушеный, но песни про покемонов я больше писать не буду, я поняла. И не больно ли было обрязать его тебе? Нет, нормально. Мия, привет. Привет. У меня к тебе есть вопрос. Все мы знаем ситуацию, когда ты взяла нагло трек Инстасамки и спела его на шоу. И у меня есть к тебе вопрос. Ты не боялась впоследствии после этого? Потому что... Бля, так где тут хейтерский вопрос? Почему ты сразу вот, как только какой-то чел начинает задавать вопрос, можно по интонации сразу понять, хейтер это или нет? Ты нагло проиграла... Ты проиграла суд. Нагло проиграл. Суд проиграл Стас. Что касается каких-то личных заявлений в сторону Даши, мы были бы очень благодарны, если бы перед тем, как подать заявление в суд, нам бы позвонили лично и сообщили о своих намерениях. Но мы не вправе решать друзья за других. Это его программа. Он нес ответственность и сейчас там разбирается с этим. Но когда я пела эту песню, если вы видели программу, то там песни поют разных артистов, кавера. И для меня лично, когда ты поешь чужую песню, которая тебе нравится, это означает выразить респект автору и исполнителю. И я была абсолютно уверена, что эта версия ей понравится, потому что она понравилась огромному количеству людей. Я это делала от чистого сердца. А ты ожидала, что она на тебя в суд подаст из-за этого? Она на меня не подала в суд, она подала на Стаса. Не на тебя, Анастаса. Ну, какова твоя реакция была после этого? Нет, я не ожидала этого. Мы никто не ожидали. Так, это интервью или вопрос от фейтера? Ну, это ее выбор, это ее право, это ее решение. Честно говоря, я вообще не понимаю, как это возможно на кавер. По факту, это же кавер. Причем, я так понимаю, в самой программе вы говорили о том, что это песни инстасамки. То есть, там же есть какое-то упоминание об этом. Как это возможно? Как это возможно юридически? Это же просто кавер. Ну, авторские права, попало по всем нотам абсолютно. Спасибо. И знаешь, типа, если зашизмить твой кусок, это, получается, определяется как инстасамка. И еще вопрос. Как тебе моя футболка? Мы вот с другом очень постарались, хотели, чтобы ты заценивала. Классная футболка. Ой, бля. Только там ни глаз не видно, ни носа, ничего. Да, чуть-чуть не проработано. Как будто непонятно, кого вы запретили. Да. Ну да, я сразу не понял. Ну ладно. Шучу, понял. Что за ситуация с шаманом на премии Муз-ТВ на красной дорожке почему была такая легкая реакция на то, что он не в щечку никуда именно вот сюда вот поцеловал. Я такая хихихи и все. Реально, Майландо. Идет сюда нахуй. Мужник, но я там тоже не плохой. Я считаю, что Мужник. Привет. Вот мои выйти. Вот мои выйти. Я офигела, я смутилась и я такого неожидала. Причем на тот момент он был женат. А в суд подать не? А, чё, пристает домогательство. Можно было и в суд подать на шамана. Или нормально. Ну, поцеловал. Ну и ладно, чё. А если бы какой-то вообще левый мужик непопулярный подошел, это сделал? Да она бы там... Ох ты, сука! Полицию сюда! И... Ну, если посмотреть видео, то я покраснела и я очень, конечно, удивилась этому. Я всегда, когда волнуюсь, я краснею, у меня пятна вот так вот выступают. А если бы квадробер это сделал? По всей шее. Я сразу побежала же туда припудриваться просто. Но это видео разлетелось по всем пабликам, набрало очень много просмотров. Я не знаю до сих пор, что это было. Это было очень странно. Надо было вот... А мы думали, что они встречаются. Так вот. Эй, шаман, ты что творишь? Вы клоните, была ли это постанова? Нет, я спрашиваю, почему такая легкая реакция была? Почему ты не сказала никак? Нет, ну ты понимаешь, когда ты на премии находишься, ты идешь туда блистать. Эй, шаман, это как каша, да? Ой, блядь, как Иван Зола. Эй, каша, каша. И она должна сказать, эй, шаман, шаман. Ну, это задача любого артиста. На тебя смотрят 15 камер со светом, фоткают все, и ты должна улыбаться, что бы ни произошло, даже если на голову фонарь свалится, даже если ты упадешь. Это задача артиста всегда держать лицо. Да ладно, блядь, есть у тебя симпатия к шаману, ну так скажи, ну видно же было по реакции, что ты была ей не против. Покраснела там сразу, застеснялась, типа, ииии, вот это вот все. Ну если бы, блядь, подошел бы другой кто-то, я не знаю, братишкин, ты бы, блядь, ебнул его сразу по голове. И реакция была бы другая, наверное, даже по лицу было бы понятно, что типа, фу, блядь, что это такое, ну не то, что бы братишкин фу, имеется в виду, какого хуя, что это было. А тут как бы хи-хи-ха-ха, ииии, пошла сразу, побежала краситься куда-то и так далее, и тому подобное. Потом на этой же премии я вручала премию Асти, у меня было супердлинное платье, и когда я спускалась, я просто начала в нем запутываться и падать. И Пашу меня кое-как удержал, потому что я чуть ли не упала со сцены, просто со ступенек. И я улыбалась в этот момент, просто потому, что это задача артиста, всегда улыбаться, когда ты на людях находишься. Но офигела ли я внутри? Да, я офигела, я не понимаю, что это было. Но это было странно, очень максимально. Да, я согласна. Вот смотри, эта ситуация произошла, ты не была к этому готова. После этого, ты что-то написала ему, ты как-то обозначила границы, или не было никого вообще? Да, да, я спросила, что это было. Так? Да, серьезно? Я говорю, типа, что это было, что ты сделал? Он сказал... А он такой, я русский! Да. Что он там? Это мой бой! Ты красивая девушка, типа, будь собой. Ясно все. Короче, я понял, шаман бабник. Все понятно. Почуял, короче, славу, вот эту популярность, деньги. Теперь уходит, всех целует, будучи женатым. Ну, тогда, на тот момент. Окей. Мухобойка, привет! Окей. Тебе вопрос. Как ты оцениваешь свои умственные способности? Потому что... Чё, чё орешь-то так, блядь? Что твоё творчество такое же пустое, как и ты сама. Да, ладно. Я оцениваю адекватно свои умственные способности. Я не думаю, что я самая умная на планете, но я так и не говорю и не заявляю, честно говоря. Я пою, что у меня до лампочки. Ну, то есть, понимаешь, я и не говорю, что я умная. Поэтому умственные способности... Ну, я давно школу закончила, я уж не знаю, тесты давно проходила, могу чё-то... Тесты? ...то не помнить, но... Но школа-то не показатель. В целом, у меня есть какая-то определённая чуйка, вот как в жизни двигаться, и это... Что ты особенное, да? ...мне помогает. Что там по математике, мне вообще плохо. У тебя конкретно какое умственные способности? Ну, вот ты же назвала своих подписчиков ведомыми и тупыми, вот у меня теперь к тебе вопрос. Ты должен воспринимать всю свою аудиторию? Как супер ведомых тупых людей. Я назвала тех, кто верит в... Ха-ха-ха! В небылицы своих подписчиков я так не называла, но я же ответила на этот вопрос. Про кого я имела в виду? Про тех, кто, не проверяя информацию... Ведомые на месте. ...достоверность повторяет за людьми, которые безответственно о чём-то говорят и потом страдают из-за этого. Окей, спасибо. Да, спасибо большое. Но насчёт умственных способностей, честно, я не знаю. Ты проходила на Акью? Мухобойка прикольная, есть ещё биомойка. Как вам? Как ещё раз? Биомойка. Биомойка? Я думала открыть, типа, мойку и назвать её биомойка. Ты когда-нибудь проходил тест на Акью? Вот я проходил. Я не хочу озвучивать, потому что там... Скажи! Ну, я вообще... Скажи, скажи, скажи! Я ставлю это тайной, мало ли того... Чё, 89? Очень много. Ну, пожалуйста, скажи. Не, я не хочу, не хочу. Там 100-бальная система у тебя. Там больше, может быть. Тысяча, блядь. Может быть, 100. Ну сколько? Я не буду говорить. Ну скажи! Мне интересно, сколько у тебя... А я не знаю. Это не проходило? Я не проходил. Но на самом деле, мне кажется, это система, которая немного не так характеризует собственные способности. Ну да. Всё-таки она, наверное, больше на какую-то другую область в мозге отвечает. Мия, привет! Пришла тебя похейтить. Хорошо. Каково тебе быть абсолютной посредственностью и копировать практически полностью путь главной медиа-звезды в России Вали Карнавал? То есть ты встречаешься с рэперами, записываешь тупые песни с идиотскими рэп-ставками и абсолютно тупыми текстами. Потом ты срёшься с Долиной. Очень сейчас ценится не просто среди, там, исполнителя, а среди людей. Это тембр голоса. Если тембр цепляет, он решает, он решает. А не только сейчас. Да. Ну, я знаю насчёт сейчас времени, да? Потому что я в нём живу. Ты реально затащил песню. Не понял. А чё у неё ушки, блядь? Это чё, квадроберка? Ну, я знаю насчёт сейчас. Чё это нахуй? А, эльф, типа, я понял. Времени, да? Потому что я в нём живу. Ты реально затащил песню. Я просто хочу понять, что Мия имеет в виду, как под словом «затащил». Может быть, вытащил? Может, всё-таки вытащил? Миша и суть «затащил». Русский язык очень богат. Каждое слово имеет своё значение. Это жаргон. Это жаргон наш, в котором мы общаемся. Да, затащил. Почему? Почему? В русском языке есть слово «затащил». И сейчас ты что? Господи, боже мой. Что собираешься делать? Пойти на ледниковый период так же, как и она? Так это доля, она конфликта начала, не? То есть, ты училась в УЗИ на бизнес-направлении, но все твои поступки говорят о том, что ты вообще не разбираешься в этом бизнесе. Ты просто делаешь всё, что тебе говорит твой продюсер, лишь бы пробиться на эту какую-то вершину успеха, чтобы потом творить просто лютую дичь, унижать девочку. И я просто... Эба, вот это, да, вот это выкрутила. Не понимаю, как вот... Ты говоришь, что ты для кого-то авторитет, но как человек, который ничего не сделал для своего успеха, просто делал всё, что ему говорят, может быть авторитетом. Спасибо большое за вопрос. Это такой длинный спич. А в чём я её копирую? Давай по фактам. Валечка, привет. Валя любит мою песню «Гагарин», постоянно мне присылает видосы, как она её поёт. И мы в прекрасных отношениях. Только я не понимаю, в чём я её копирую? Мы абсолютно разные. Она типа... Вы обе женщины, всё. Ты скопировала её пол. Такая красивая девочка. Ну, что она выпускает песни, с какими... Что ты выпускаешь песни? Ага! М-м-м, блядь. Что я выпускаю? Что я выпускаю? Что артистов выпускают песни? Что она выпускает песни, где нет никакого неглубокого смысла, просто чтобы они... А что, надо теперь... Подожди. Ну-ка, если бы эта Мия Бвойка выпускала песню с глубоким смыслом, она бы ей предъявила, что она копирует Виктора Цоя, блядь, или Оксимирона, я не знаю. Залетели, что ты, и я вот думаю, где вообще в этом творчестве хоть какая-то суть? Слушай, если ты не видишь сути в моём творчестве, то и не углубляйся. Пойди послушай Валю. Ну, а не лучше ли делать что-то более осмысленное, чем просто ради того... Ну, блядь, возьми и сделай тогда что-то осмысленное, господи. Вместо того, чтобы задавать вопросы, объединять кого-то в этом, блядь. Чтобы залететь в чарты. Иногда, может, и нет сути там для тебя. Слушай, если в моём творчестве нет для тебя сути, то, может быть, я не для тебя просто. А какая в нём суть? У меня суть в том, что я несу радость, я несу любви. А я несу тортик, блядь. А вы несёте радость? Вот я несу только злой негатив и токсичность. Ва, блядь, лови! Смыслы какие-то. А ещё хуйню. Говорю всегда на всех своих концертах, прям транслирую, чтобы верили в себя, верили в мечту, не останавливались. Даже если все вокруг скажут, что... Я посмотрел клип «Мия Бойки», где она жопу трясёт. И поймал мотивацию жить дальше. У тебя ничего не получится. Иди до конца, пробуй, и у тебя обязательно всё будет, если ты не остановишься. И захотел такую же жопу и пошёл накачивать её. Ты ходит на мои концерты, они это знают, и родители благодарят, и детки тоже все рады. Но если для тебя нет сути, то значит, может быть, я просто артист, который не для тебя. Это нормально. У каждого есть своя аудитория, я не обязана нравиться всем. Но то, что я повторяю завали, это полный бред, потому что я за ней вообще ни в чём не повторяю. Вот это она аргументирована. Ну а то, что я повторяю завали, это бред. Я за ней не повторяю. Ни песни у нас не похожи, ни внешне мы не похожи, и в ледниковый период меня звали, я не пошла, потому что я кататься не умею. Зачем мне заниматься тем, что я не умею позориться? Ну как бы я бы опозорилась, нафиг мне это надо. Я как бы хочу двигаться по шоу, где нужно голос показывать, потому что я петь могу. Ну, хорошо. Знаешь, я считаю, это хороший посыл, и то, что ты сказала, действительно очень хорошо, но мне кажется, нужно больше об этом заявлять в своем творчестве и как-то более... Скажем, малыш, мне, пожалуйста, наобновилась, а если я буду петь песню, верь в мечту, кто-то будет это слушать в современном мире? Ага. Значит, популизмом занимаемся. Я, я бы послушал. Да. Подожди, а про что она поет-то? Я просто даже не в курсе. Если она поет, не проверь в мечту, то что тогда? Ну, типа... Можно что пробовать? Давайте попробуем. Давай, погнали, прям сейчас. Пишем тексты всеми хейтерами. Почему бы и нет? Зачем я сидела только ради... цифр? Ты знаешь, с чего я начинала? Я начинала с таких песен, но их не слушали. А когда я придумала ананас-адидас, охренеть, как оно разошлось. Представляешь? Я поняла, что аудитория это интереснее. Я начала писать, как ананас-адидас. Ананас-адидас, вот полоски три двора. А знаешь, почему... Господи, боже мой. Потому что я хотела из квартиры, где я жила с тараканами, выбраться. И хотела, чтобы у меня были деньги. Все понятно. Значит, не ради творчества ты это делаешь, а ради того, чтобы избавиться от тараканов. А нужно было всего лишь купить спрей. Родителям отправить, брату и сестрам, и просто, чтобы я покушать могла что-то большее, чем доширак. Именно поэтому я начала писать такие... А что тебе не нравится? Вообще доширак вкусная хуйня. Вкуснее намного, чем какие-то блюда, блять, очень дорогие. И вообще, один японец заявил, что жрать дошик, это так-то полезно даже. Песни как «Ананас-Адидас», потому что они понравились людям. То есть, единственный способ это петь про «Ананас-Адидас» получается. Можно про доширак спеть. Нет, я сейчас же пробую разные песни. У меня вот вышел недавно народный альбом, и там есть несколько песен, которые прям очень хорошо стримятся. Стриминг — это прослушивание, это когда... Стриминг — это когда ты на Твиче в прямом эфире несешь хуйню. Не надо тут передергивать. Люди слушают, не знаешь, что такое стриминг, ну вот и не говори. Стриминг. И у меня есть там песни другие уже, не как «Ананас-Адидас». Сейчас выйдет новая песня «Ананас-Ананас». Песня 1 ноября, она тоже не похожа на «Ананас-Адидас». Я эволюционирую и расту. Но, к сожалению, не все... Господи, дайте-ка мне вообще посмотреть на эту эволюцию. Я просто не знаком с ее контентом особо, но что-то вот теперь вот что-то прям заинтересовало. Сейчас. Мия Бойко. Так. Три месяца назад последний клип, да? Это она про шамана? Ну тут какой-то прям серьезный клип. Тут как бы нет бананов, нет какой-то это вот этот пися-попа, блядь, и так далее. Тут что-то такое прям уже, я не знаю, слишком традиционное. Меня аж передернуло. Реально. Я не привык к таким традициям. Короче, ладно. Это видят и не всем это нравится. И это нормально. Кто-то отсеется, кто-то новый придет. Посмотри, самое популярное. Ё-моё. Популярное. Ну, пиздец. Ну, нет. Ну, как бы, я, я, в принципе-то, не удивлен, да? Не, это мы видели. Это еще давно, четыре года назад. Сука, пиздец. Не, ну тут как бы и задницы нет, понимаете? Тут-то, собственно говоря, я даже в куртку, блядь, залез. Как мандарин выглядит. Поэтому здесь как бы без такой вот, без пошлости, без всей хуйни. Сколько просмотров? Ну, 400 миллионов почти. Наруто вот тоже хуйня с этим Егором Шипа. А вот тут-то, собственно, то самое, да, скрывается. Нихуя себе дизлайков 69 тысяч. О, пошла, пошла. Не, я понял, что тут такая реакция у людей была. Блядь, ну тут голос какой инстасанки даже. Не, ну, голос у нее все-таки присутствует. Более взрослая аудитория приходит. Почему лысая? Я не знаю. И это нормально такой некий круговорот. Это вопрос ты сказал. Облысела. Как Зубарев. Вот пересадку сделал, видишь, какая шевелюра выросла. Типа, находиться в одном образе, типа, тяжело. Да. Сейчас ты, типа, настоя... Подокси косит. То есть сейчас у тебя нет никого. Ну, строй побрил реально за 50 тысяч долларов. Она на эти деньги клип сняла. О, какая молодец, блядь. Вот у меня мой цвет волос родной. Просто вот знаешь, момент, что когда ты поешь песни про ананас-адидас, ну, естественно, ты понимаешь, на какого аудитория это нацелена на детей. И, естественно, где что-то продвигать для детей чуть проще, чем для взрослых. Потому что там нужна глубина, там нужно что-то, какая-то мысль, какая-то сложная. Возможно, не получается, потому что опыт нужен больше. Типа в том, чтобы продвигать какую-то глубину и мысль. А детские песни, возможно... Ну, блядь, у Оксимирона вон глубокая мысль в треках. А я как-то посмотрел видос на его аудиторию, которая на его концерты ходит. Давно это еще было в Петербурге. Так вот почему-то там было очень много какого-то быдловатого, непонятного контингента, скажем так, малолетнего причем. Какие-то агрессивные пиздюки, блядь, кидали банками пива, блядь, ломали заборы, что-то... Вот это вот. И я такой, нихуя себе. Вроде там глубокие такие треки с текстом, а аудитория какая-то неадекватная немножко. Можно реально проще делать? Конечно, детские песни писать проще, потому что детям нужна просто веселая мелодия, классный яркий образ и искренний человек. Дети чувствуют очень фальшь, и если ты искренний и добрый, они тебя в целом воспринимают классно. Это как, знаешь, персонажи мультфильмов, когда дети... А что ты хотел? Культурные люди там. Так Гагарина никто не оскорблял. Ну да. Видя злого персонажа, они чувствуют, что это злой персонаж. Но не только дети видят фальшь, все видят фальшь сразу. Все люди вообще это чувствуют сразу. Я не всегда чувствую, когда меня обманывают. Это обманчивая тема. Вот я когда-то думал о том, что вот если находиться в образе, придумать себе какую-то какую-то идею и люди типа заметят ли они это? Вот они замечают сразу. Правда. Просто часть людей просто хавает это. Им типа ну норм, я прикалываю этот образ, я буду смотреть. Хотя они сами понимают, что это просто образ. Я бы не сказала, что хавают, это достаточно жестко звучит, но сейчас на моих концертах четыре поколения. Это бабушки, дедушки с детьми, с внуками и родители. Вот прямо как на моих стримах тоже четыре поколения сидит. Дети, взрослые, мамы, папы и пару бабушек точно тут зависают у меня. По-любому. Вот какие-то комментарии мне там на ютубе не оставляли. И взрослые, и бабушки, и пиздюки пишут. Я такой думаю, во, все-таки политику полезно стримить. Собираешь вокруг себя всех вообще, и взрослых, и мелких, и больших, и да. И их отцы. Получается, эти люди все приходят и знают мои песни. Как так случилось? Да, действительно, вначале дети начали слушать, потом подтянули родителей, потому что родители хотят... Я даже по чату это чувствую и вижу. Потому что, вот, например, заходишь на стрим какого-то стримера, ну, пальцем тыкать не буду, да, и видишь, что там в чате происходит, и думаешь, ебать, нет. Все-таки у меня вообще все очень даже хорошо. О, блядь, а там ты просто видишь и понимаешь, ну, это реально дети сидят. Там прям видно по тому, как они пишут, что они пишут. Тьфу, бля. Как они мысли свои пытаются выражать там. Ты думаешь, блядь, ну, ужас-то какой-то. Как быть на волне со своими детьми и интересуются тем, что смотрят дети. Потом бабушки... Нормально, пиздюк такой стоит. Какой-то школьник такой... То есть она тут по сцене ходит. На волне со своими детьми. О, с прозрачной жопой. И интересуются тем, что смотрят дети. И школьник такой... Потом бабушки с дедушками увидели меня на первом канале. И в итоге они все приходят на мои концерты и у меня есть песни абсолютно для всех. И не знаю, мне кажется, это намного круче, чем когда я просто для детей была. И на одном из концертов была такая ситуация, когда я пою и папа сидит и кричит на первом ряду один, ну, папа одной из девочек и кричит давай, Гагарина, мы всем заводом его слушаем. Я так офигела это... Потому что завод по производству кукол Барби. Было так приятно, потому что я помню те годы, когда я... Вообще-то, блядь, заводчане, работяги завода слушают Дору. Тебя обманули или с Дорой перепутали. Ходила, и меня взрослые вообще не воспринимали. И я хотела расти, чтобы... Я думаю, батя Рафланул. Ну, скорее всего, Рофл был, да. Вот как сами как раз-таки отсылка на Дору, наверное, была. А она такая... О, серьезно? Ладно. То, что я так сделала. Потому что так я не сильно запоминаю. Теперь вспоминаю, что реально, блядь, забыл какой-то. Сейчас мне нужно очень сильно поработать над репертуаром, чтобы мое творчество уже цепляло, нежели образ. Потому что тогда, скорее всего, вперед шел образ. Для детей яркий, а потом уже песни. Забыла, хотел вам сказать, 15 марта мой сольный кон... Ебать пиздец. Это по-вашему хейтерское шоу, да? Она и концерт прорекламировала, и свой этот газировку свою, да? Господи. И эти сидят такие, молчат все, вообще ее никак не душат. Ну, очередной выпуск херни какой-то. Ну, это вообще не хейт. И там я буду с синими волосами, там будет... Хотя, а что еще можно? Часть, где я с синими волосами буду петь песни, которые... С синими волосами, бля, все, ребята, я еду, нахуй. Такое пропускать нельзя. Полюбила так много людей, так много детей, и поэтому, если вам нечем... Только я надеюсь, ты жопу там не будешь так показывать, вульгарно. А то дети, блин, увидят. Приходите 15 марта в Москве на мой сольный концерт. Поднимите руку, кто идет на концерт? Нет! Ладно, давайте дальше, а то сейчас меня начнут привлекать сразу за проплаченные истории. Мия Бойко, привет. Во время твоего выступления... Как ты сказал? Мия Бойко. А, я думала, ты как-то еще придумал еще что-то. Но мне лень было думать. Ты выступала в городе Ивантеевке на... Типичный хейтер. Мия города. Ты попросила охрану вывести людей, которые пришли в масках зайцев и в масках кошках. Но тех ребят, которые кидали в тебя камни либо вещи, ты их не просила камни кидали в нее. Вывести? Нет, я... Я попросила вывести именно тех, кто кидали ботинки. Че, блядь, камни ботинки в нее кидали? Я не понимаю, что у нее там на концертах вообще происходит. Почему ее обкидывают камнями, ботинками и еще какой-то херней? Меня устроило открылся сезон охоты твоя охрана. Ты там был, да? А, это ты мне знак неприличный показывал, да? Я не помню. Она запомнила. Он просто стоял весь концерт вот так. Ты прикольный, но ты не представляешь, как это тяжело выступать, когда просто несколько таких стоят и они весь концерт. Я говорю, у меня мысль про мечты, я задвигаю, я теряюсь в этой мысли, потому что чувак стоит вот так. просто весь концерт. Ну, благодаря тебе я точно стала сильнее и спокойнее, но это вот, когда только все началось, это был первый концерт после этой ситуации. Я просто, я не понимала, у меня слова путались. Почему ты так сделал? Почему ты так стоял? Ну, может, внимание хотел привлечь? Нет, скорее всего, ну, я стоял, потому что ты оскорбила, скажем так, тем самым девочку. Мне неприятно это стало, неприятно стало моим ребятам. Если ты заметила, там весь угол стоял с такими жестами. Ты ее защитить решил, да, таким образом? Это красивый жест. Можно поаплодировать. Даже несмотря на то, что жесткий, настоящий мужчина. А ты не хочешь снять маску? Нет. Почему? Потому что ты кинул тогда в нее камень? Или ботинок? Нет, я ничего не кидал, потому что это неприлично. У меня брат сам выступал на сцене. Спасибо огромное, что я просто весь концерт шугалась, что меня прилетит, что-то в меня там уже ботинок прилетал. Мне там прилетело что-то, да? Ого! Надо концерта давать, реально. Буду стоять на сцене, петь про Алешу, а у меня будут лифчики и трусы кидать. Все в порядке. Вдруг ты текила, просто ей интересно, понимаешь? Нет, я хочу станции на нему. Хорошо, ладно. Окей. Но я верю, что там под маской красивый человек. Главное не ботинки. Не-не-не-не, мужские трусы мне тоже не нужны. Кто-то готов сейчас реально жесткий сдать. Вот честно, вот пожалуйста, покляните, что это будет жесткий вопрос. Я уверен, тут никакого жесткого вопроса не будет. Пиздец, чел. И ты так сидел все это время, серьезно, целый час, блядь. Хорошо. Я надеюсь, ёб твою мать, это что? Не встать? Нет, тебе надо лечь, мне кажется, и встать, и уйти, да, желательно. Меня привет. У меня есть подружка одна, она очень сильно болеет, к сожалению, она не может сюда прийти физически, и она нарисовала для тебя вот такую масочку. Могу ли я тебе ее передать? Мой. Ну, жестко, конечно. Можешь, конечно, передать. Как зовут подружку? Юля. Юля. Спасибо. Очень красивая. Чего, бля? Это что за хуйня? Это что такое, блядь? Она плюнула на нее, за что, блядь? За то, что квадромеров осуждают? Потужно. Нет, это потужно, конечно. Давайте еще раз это пересмотрим, если кто-то, может быть, не обратил внимания. Спасибо. Очень красивая. На нахуй. Она сам... Пиздец. Я не паду, тварь. Чего за хуйня? А теперь... Сам вопрос. Подай, пожалуйста, салфетку. Подожди, во-первых, салфетка, во-вторых, вышла отсюда, пожалуйста. Подайте, пожалуйста, салфетку. Заберите у нее микрофон. Вот так делать нельзя, так делают отвратительные люди. Это некультурно. Я самый отвратительный здесь человек. Выгоните ее, пожалуйста. Мне очень... Мне очень стыдно, что такое происходит. Я прошу простить, потому что это моя ответственность. Прости, пожалуйста. Все нормально. Я же на хейтеров пришла. Что-то же должно было произойти у нас. Я когда заряжал людей на хейт, я не думал, что будет настолько, что из нее изнутри это выйдет. Честно. Прошу простить. Ну ты ж просил жесткий. Вот он. Ну наконец-то, настоящий хейтер. Впервые в шоу Егорика. Мы увидели настоящего хейтера. Вау. Среди фанатов протиснулся. Она попала? Да, она на голову плюнула. И тут же выгнали хейтера настоящего. Егорик, мог бы хоть и хейтера выслушать? Может там, блядь, я не знаю, что-то реально жесткое. Она плюнула на голову. Я даже не знаю, тут видно чуть-чуть. Назад уберу. Нет, там столько слюны было, она, видимо, весь час стояла, накапливала. Во рту у себя там, а потом, там чисто водопад. Такой шлепок соплей на волосы. Все-таки эмоции вызываю, вроде хорошо начали. Согласить, кто согласен с тем, что это перебор? Да, это... Объективно. Определенно, перебор. Да, но хейтер. А теперь... Я надеюсь, что подруга выздоровеет, если она вообще существует. Совсем недавно рэпер Оджи Будда вставил свой трек в строчку про твой вес, после которого ты ревела в сторис, говоря, что он заделал твои комплексы. Блин, Оджи Будда и про меня там в строчку вставлял. Я так ревел потом вообще, блин. От лишнего веса и такое нельзя говорить на большую аудиторию. Я искренне не понимаю. Бля, надо было так же писать, где я плачу, типа такой, я искренне не понимаю, за что Оджи Будда ты меня вот так вот в трек вставил. Что сделал людям публичным? Что я тебе сделал-то, блин? Ну подумаешь, треки у тебя дерьмо ебанное. Ну и что, я не могу об этом сказать вся на стримах? Ты что, настолько обиженный? За что? Тректор, что им дает право меня публично оскорблять? Я не рэпер. Я с вами вообще никак не соприкасаюсь. А что насчет себя? Почему ты считаешь, что имеешь право принижать свою сестру за лишний вес, она так же на огромную аудиторию. Что за двойные стандарты? Если бы тебе сказали для роли потолстеть на 20 килограмм, было бы счастье. Да, для тебя. Макдональдс каждый час есть. Да, смотри, хороший вопрос, спасибо большое за него. Мне действительно было очень обидно. Он там сказал, потому что я хочу хайпа. Нет. Просто из-за всей ситуации, которая на меня навалилась, я читала комментарии, видела видео в рекомендации. А вот теперь представь, что девочка, квадробер, которую ты на сцену вытащила, вот тоже самое чувствовала. А? 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 Где меня все обзывают, желают мне спирти и тому подобное мне было очень тяжело. У меня такого в жизни никогда не было, чтобы настолько меня булил весь интернет. И эта строчка была последней каплей. Я вот сейчас так смотрю и думаю, что я вообще завелась настолько? Я прям в слезы. я начала плакать просто и взяла и сняла это видео. Я надеюсь, что он поднял деньги на стримах себе. Просто мы пытались подать в суд на него, потом я сказала, ладно, не надо своему юристу. Опять в суд, блядь! Сухая! Вы же помните мне говорят? Блин, ареста на меня в суд не подаст после того, как я реакцию сделал. Я вроде ничего такого и не сказал. Эту тему делаю выводы. В итоге я не стала подавать на него в суд за эту песню, потому что он в целом-то меня еще и пропиарил тоже, как бы хайпанул, и на этом... Бля, надо на OG Буду в суд подать за то, что он так... Вот тогда меня упомянул. Волну залетел, но мне было реально искренне неприятно. Но если трек зашел, а у тебя все треки заходят, я жду букетик от тебя. Будда, пожалуйста. Что касаемо сестры, я же отвечала, что это была постанова. Я не считаю нормальным шеймить сестру. Моя сестра красивая, она сама хочет выглядеть как хочет, поэтому тут как бы повторяться я не хочу. Но ты хочешь сказать, что сторис был как некий нервный срыв? Да, да, я сорвалась уже, это был крик души. Я обычно же не плачу в целом на людях. Венерический. Это просто была последняя капля. Просто, знаете, мне чисто по-человечески стало обидно, что сколько там на фите пацанов? Пять? Что они все просто считаются, ну, как бы девочку, ну, меня в данном контексте обидели. Потом я подумала, ладно, они хайпятся, окей. Будем вот... А, то есть эти пацаны на фите должны были подойти коджи Буди сказать... Слушай, бро, бро, what the fuck, мэн? Что-то здесь это, а? Ты зря вот это. Это жестко, мэн. What the fuck? Это bullshit. Удали эти строки из своего трека, мэн. Йо, Хэнкста, мэн. Чил, бро, чил. Повозить, но букетик я жду. Но я считаю, что-то, блядь, своим букетиком-то, господи, и цветы никто не дарит. Тупизм, честно. Но я считаю, что это тупо делать. На бой. Просто оскорблять. Причем как-то так криво. Ну это вот у Рэпа, какая-то фишка вот эта вот у Рэпа, вечно приплетать имена чьи-то, понял? Нет, нет, фишка в Рэпе, когда ты делаешь прикольный панчлайн, но как бы он интересный, он интересно, типа придуман, он интересно завуалирован и так далее. А тут тупо, тупо в лоб и некрасиво, ну, не знаю. Нормально там все было. Давай, давай, не, это самое, поставим сидеть, дефает, блядь. Мне кажется, тупо. Ну сейчас я тоже воспринимаю, как задирует мальчика, которому нравится девочка. Вот он, видимо, не знал, как мне это сказать, поэтому надеюсь, что это так. Поэтому букет, да? Жду букет. Здравствуй, а ты можешь прям сейчас спеть вживую или только под фонограмму можешь? Конечно. Новая песня. Ты реально подготовилась, я смотрю. Нет, я просто в любой момент, ты меня разбуди, я спою вживую, я всегда пою вживую. Можно? Давай. Без автотюна, бро. Автотюна, выключите на моем микрофоне. Черная лада, красиво меня к закату вези, я видеть не могу его глаза, ой, черная лада, ты знаешь, рушится плавно мой мир, взамен на чувства выжимаю по газам. Вопросов нет по голосу. Я до этого уверил, что она в целом умеет пить. Супер. Как ты относишься к ставкам на спорт и казино? О-о-о-о! Это моя тема, кстати. Я в этом шарю. Сюда. Я отношусь к этому не очень благосклонно, я сама всегда отказываюсь в рекламе, но я не осуждаю тех, кто это делает. О-о-о! Так, надо бы ее пригласить на стрим. Э-э-э, давай вместе покрутим собак. Слушай, как тебе такое? Предлагаю вместе попробовать, раз уж не осуждаем. Скажи, пожалуйста, почему ты в своем видео в ТикТок прыгала в футболке букмекерской компании? Потому что тогда я ходила под продюсером, который создал футбольную команду, и сразу же меня в нее записал. И какую форму мне дали, а там форма всей команды была, с этой конторой, то я должна была быть в этой форме. Я с этого, кстати, ничего не имела, никаких денег. Вот. Поэтому, это, конечно, жаль, да, но лично я по своей собственной воле не рекламирую никогда ни конторы, ни казино, ни алкоголь, ни сигареты, ни что-то, что вредит здоровью. Илья. Бля, через год увидим стрим от нее, она садит сигаретой во рту, с вискарем в руках и казинотип чисто вот так вот на пробел нажимает, ёбан, ромбля, крутит собак. Носится к вредным привычкам. Спасибо за ответ, я согласен с твоим мнением. Псевдоним Мия Бойко. Ладно. И слишком милые для такой злобной и гадкости. Мне нравится, спасибо. Всё? Прикинь, ты сегодня проснулся, собрался, приехал на студию, чтобы зазвучить этот вопрос и дальше сидеть. Иди. Да, надо было переодеться в голову квадромера, подойти и плюнуть, да, получается? Бля, что у неё там туалетная бумага вылетела из... Что это такое? Что она встала, а там торчит какая-то непонятная хрень? Что это, лезвие, блядь, туалетная бумага, прокладка? В неё реально что-то выудилось. Слюну вытирала? А-а-а, салфетка. Просто красава. Но не прогуливайте пары, разве что только ради этого шоу. Мия, в своих соцсетях ты часто осуждаешь людей с деструктивным видом деятельности в сфере боринга. Но при этом... Эээ... Сама не так давно снимала видео с Никоглаем и Иваном Золом. Ну да, Иван Золом так вообще деструктив полнейший просто. Ужас. Звуки, которые по факту разлагают и деградируют общество. Ебать, это шо за звуки? Что там за звуки, которые разлагают общество? Она там под мои какие-то слова выступала? С моего стрима, что ли? Что ещё может так разлагать жёстко и деградировать? Это всё, как ты говоришь, на детскую аудиторию. А что за звуки были, ты помнишь? С виду простой колян, деньги капают в анал... Ебать, это жёстко разлагает? Не, слушай, если это разлагает общество, ну, я тогда не знаю, как разлагает общество треки того же, например, у Джи Буды или любого другого рэпера. Меня разложило. Ну, я не знаю, братан, ты там поправляйся. И там вот эти маты все и так далее. на мой стрим этому пацану лучше вообще не заходить. Там мат был? Ребят, вы сгнили уже, да? Виду простой, ебан, деньги капают, а... там было много матов. А кто это пел? Никогла? Никогла и Иван Золо. Там такое слово было? Да, там были маты. 2024-й, там были маты, это жёстко. Слушай, просто, когда вот он был на хайпе, он меня позвал к себе в стрим, потому что этот Иван Золо был моим фанатом большим. И я пришла к нему сюрпризом, и он очень сильно обрадовался. А после этого он говорит, давай снимем видос, ну давай, как-то вот так оно было. Не то, чтобы я там потом такое снимала. Я, честно говоря, даже говоря, не знала, что там такое слово есть. А, ты в стрим. Мы с ними снимали, да, Но не себе в профиль. Я вот не помню, к себе или не к себе, это так давно было. Я услышал слово на хайпе. Ну, тебе не кажется, что хайпиться не полностью здоровым человеком? Это не очень хорошо. Получается, там, где выгода? Подожди, меня пригласили поддержать его, потому что он мой фанат. Когда меня зовут к своим фанатам, я прихожу. И я ему сделаю сюрприз и все... О, что, блядь? Когда ее зовут к своим фанатам, она приходит? Она как Дед Мороз, блядь? Прямо каждому фанату приходит. Да. Даже если этот фанат не имеет ничего, она придет. Дедушка Мороз, блядь, Снегурочка. И неожиданно так свалится, да, на голову. Кто помнит этот стрим, он был очень рад. А ты когда шла, ты знала, кто он такой? Нет, ну, типа, я честно, я даже... Что ты пиздишь, блядь? Ну, как можно было не знать тогда, кто такой Иван Золов? Знала она, конечно, чела, блядь, тогда 200-500 тысяч зрителей было. Я же не... Я потом вот такая смотрю, интересно. Скажи ей, что ты ее фанат, и пусть приходит на стрим показику. Так я уже сказал, большой фанат, давай постримим вместе на площадке Кик. Поведение, ну, то есть я... ЖСВН, 123, ABC. Блядь. Просто, не Когла я знала, вот что он популярный, и он сказал, есть парень такой, Иван Зола, он типа, твой фанат, приди к нему сюрпризом, он меня в стриме, я говорю, ну, давай. Я не считаю, что с ним что-то не так, это как бы уже ваши какие-то оценочные суждения, по-моему, простой веселый парень. Привет, у меня вопрос на тему, которая уже затрагивалась, осуждаешь ли ты полных людей, просто, исходя даже из этого байта, только по-разному их подают, и в целом, исходя из своего образа, есть ощущение, что ты к ним относишься привзяты, и даже может негативно, просто, по моему мнению, если бы ты уважала всех, ты бы даже не задумалась о таком байте, это как предать свои принципы, а также еще вопрос к этому байту, если бы тебе сказали сейчас сделать... Учили слово свои зумеры ебаные, блядь, байт, байт, у нахуй. Такой же байт, но проплачено, или же снова по просьбе, чтобы ты загнобила за вес или в целом за внешность кого-то еще, согласилась ли бы ты? Следую из-за того, что из-за этого аудитория младше начнет комплексовать. Во-первых, спасибо за вопрос, отвечу сразу на последний вопрос, если бы мне заплатили и сказали зашемить кого-то, кто не является моим близким... Бля, если ты полноватый, и ты из-за этого комплексуешь, или тебя обижают какие-то слова рандомные в интернете по поводу полноты, иди нахуй, попробуй хотя бы похудеть тогда. А не продолжай быть таким и из-за этого мучиться. Я понимаю, если ты болеешь, у тебя не получается, окей. Но если все-таки есть возможность попробовать хотя бы отказаться от какой-то еды, например, из-за которой ты, блядь, пополнил. Че нет-то? Таким, кто, типа, не понимает, эту фишку не выкупает, я бы не согласилась. Кто не предупрежден, Бачья мировоззрение! Ну так, а че не так-то? Не понимаю. Ну так, набери вес. Так я и пытаюсь. Я в зал ходил. Сейчас перерывчик взял, стримлю много. Но так или иначе, пытался. И пытаюсь. И сейчас опять пойду. И в целом, более-менее, у меня это получалось. Так что, я не жалуюсь. Проблема-то в том, что я не жалуюсь. А я сейчас обращаюсь к тем, кто жалуется и говорит, что они из-за этого пиздец как комплексуют. Так надо пробовать тогда, получается. Че-то менять. Образ жизни. Еще что-то нет? Че, блядь, разве нет? Алло! А шо я не так сказал? Ёбаный свит. Трэш-блогерша Фрося плюнула в лицо Мейбойко, чтобы отомстить за аквадроберов. Комментируя свой поступок, девушка заявила, что это мгновенная карма. Я смачно харкнула в лицо Мейбойко на шоу у Егорька. Фрося, блядь. Понятно. Понятно. Была Ализа предупреждена, моя сестра. Нет, конечно. Никаких денег это не стоит, чтобы унижать кого-то, потому что это травма на всю жизнь. Ариан Карин, спасибо. Как у меня на всю жизнь сложилась травма моя. Я сейчас до сих пор кажусь себе толстой. Мне кажется, что у меня толстые руки, ноги. Мне дают стилист, вот сидит моя, она докажет. А она дает мне одежду, я говорю, нет, у меня ноги в этом будут толстые. Я уже себя адекватно не оцениваю. И я знаю, что огромное количество людей себя тоже адекватно не видят. Они уже вот такие, а им до сих пор кажется, что они толстые. Поэтому... Это уже вот тут проблема, вот тут. Вот здесь. Понимаю, что такое травля, и я не имею права никого травить. Да, ни за какие деньги. Во-вторых, ты сказала, что я отношусь как-то не так к полным людям. Да нет, конечно. Я отношусь к ним нормально абсолютно и не разделяю людей. Ну, типа, личность. Для меня есть личность, но нет такого, что полный и худой. Просто мне самой лично хочется выглядеть вот так, как я сейчас, например. И даже еще, мне кажется, я должна еще на 4 килограмма похудеть. Но это лично мое мнение. Самое главное, чтобы человек был здоровым. Здоровым в том теле, в котором он есть. А в остальном, если ему кайф, то хоть вообще, хоть пухленький, хоть сладенький, хоть какой, ешьте, что хотите, делайте, что хотите. Самое главное, здоровье. Просто мы живем со своим здоровьем один раз. Сладенькие на месте. И если мы за ним не следим, то жизнь укорачивается, и начинаются проблемы с печенкой, с поджелудочным сердцем и тому подобное. Чтобы этого не было, нужно просто заниматься спортом и следить за здоровьем. Если кто-то этого не делает, я не вправе ему указывать. Я слежу за собой. Да все, давай дальше. Я согласна с твоим мнением. Просто мне показалось очень странным. Ну, это же принципы, и получается, ты их разрушаешь. Ну, во-первых, я не то чтобы согласилась, мы его придумали вместе. Возможно, я соглашусь с тобой, что байт получился как баг, как ошибка. Поэтому... Ну, мы хайпанули, да, вывод сделали, Лиза похудела. Но больше я, наверное, не буду таких байтов делать. И если она вдруг поправится, я ее подержу. Хорошо, спасибо. Привет, во-первых. Привет. Дай совет молодым артистам, как им не словить звездную болезнь, чтобы они не стали такими же с... как ты. Блядь. Ну, какая хуйня, боже. Аплодисменты. Ах... Для того, чтобы не словить звездную болезнь, необходимо понимать, что ты несешь ответственность за то, что ты несешь и говоришь. И необходимо рядом с собой иметь близких людей, которые каждый раз, когда ты будешь пытаться строить из себя кого-то, или как только ты начнешь ловить звезду, они будут тебе по шапке давать и говорят, а ну-ка спустись на землю. У меня такие люди есть, слава богу. Совет такой. Держите близких людей, не которые, типа, подлизываются, понял, и говорят, да, бро, ты крут, так ему, и знаешь, накручивают тебя. Если у нее есть такой чел, который дает по шапке, значит, у нее все-таки есть какие-то проблемы с этим. То у меня нет такого чела, который бы мне по шапке давал, типа, о, звезду поймал, а ну-ка, Хэсус, блядь. Потому что я себя контролирую. А здесь что получается? Какой-то человек, который по шапке дает, блядь. Отвечающий за ее звезду. Говорят, как есть, на самом деле. А которые, как есть, говорят, которые были с тобой рядом еще до всего успеха, и они самые честные. Вот их нужно не забывать, вот этих людей, и надеюсь, что они у каждого будут и есть, и их нужно беречь. Потому что в моей семье вообще по боку. Сколько у меня тысяч людей пришло на концерты родителям. Если маме не нравится, как я одета, все. Это будет звонок на два часа, она будет говорить, что я не скромно одета, и ее вообще не волнует, сколько у меня фанатов. То же самое у любой из моих сестер, у брата. И знаете что? Я буду сидеть и молча слушать. Я буду слушать и говорить, да, вы правы, я согласна, и потом я пойду и буду вести себя скромнее. И такие люди очень важны, потому что, когда таких людей рядом нет, то да, может заносить. Потому что в моменте кажется, ой, я такая звезда, я вообще, у меня сейчас все поперло в гору. Когда ты так делаешь, все, это просто начало конца. Немного времени пройдет, и ты упадешь вниз с таким треском, что просто вообще, поэтому просто держите рядом своего близких людей. Спасибо большое за совет, да. Всем здравствуйте. Мия, скажи, пожалуйста, почему ты так и делаешь на лице себе каждый день татуировку? Так вот, почему ты такой бесконечно охуевший черт? Я бесконечно охуенный черт. Наверное, ты так хотел написать, да блядь? За мерзаки, спасибо за два доллара. И все, что без нее тебя не будут воспринимать? Я ждала. Она реально готовилась как будто вообще ко всему. Спасибо огромное. Я очень ждала. Я надеялась, пожалуйста, хоть кто-нибудь задайте этот вопрос. Неужели я все шесть лет это зря делала? Я не знала, как от нее избавиться так, чтобы все это увидели. А это был образ, придуманный продюсером, который я соблюдала. Да ебаный свет, что там за продюсер-то такой, а? Каждый день я рисовала эту хрень у себя на лице. Понятно, что меня так запомнили, и это была часть образа, часть образа того с синими волосами, но я уже избавилась от синих волос. И я уже не чувствую себя поцарапать. Дайте мне этого продюсера, он меня тоже популярным сделает. ...девочкой, и это как будто бы странно, и уже не да, непонятно, и не туда, и не сюда. Девочка, которую поцарапал енот или квадробер, я уже себя такой не чувствую. И я не знаю, как вы, мне многие говорят, что меня перестанут узнавать без этой штуки. Нет, я хотел написать, что ты начало конца КСТА. Конец, да, мой конец у тебя, знаешь где? Спасибо. Я сама тоже боялась на эту тему, что многие перестанут меня узнавать без нее, но мне кажется, я сейчас дошла до того... Если вот это убрать, то ее перестанут узнавать? Что нахуй? Ну, это как сказать, если я башню уберу, то меня все. Перестанут узнавать. Ну, хотя да. Чтобы ее убрать, как вы считаете? Занеси, пожалуйста. Я думаю, сейчас это будет... О, это капец! О боже, она уберет какую-то точку на своем лице, которую нарисовала фломастером. А-а-а-а-а-а-а! КАПЕЦ! Я просто... Я 6 лет! Я 6 лет ее рисовала! 6 лет от хуйни, он нарисовался на лице. Это просто капец. Я теперь могу ее не рисовать. Я просто, чтобы вы понимали, я не могла ни выходить ни в сториз без нее. Ни выходить ни на ТВ, ни на радио, никуда. Я должна была каждый день не в магазин. Я всегда все 6 лет рисовала эту тему. И сейчас я рада, что... А! А где моя бойка, блядь? А что тут сидела? Что это за женщина левая? Я ее убрала. Я надеюсь, что вы резко не подумали, о, кто это сидит, что за ноунеймка. Ой, это кто? Я не понимаю, кто это теперь. О, боже мой, это лухари герл. Это кто? Теперь ее не будет. Кто? Я думаю, здесь можно похлопать. И надеюсь, что меня продолжат узнавать без нее. Спасибо тебе огромное за вопрос. Я думала, что уже никто не спросит, но все, теперь ее не будет. Спасибо. А, Мия, к тебе... Подожди, а у нее разве в клипах эта хуйня тоже есть? А, реально. Реально. Да покажи ты, блядь. А, реально. Ну все, сейчас просмотры упадут, потому что не узнают. Уточняют, как тебя обращаться на ты. Самое забавное, что я даже на это внимание тебя обращал. А у нее это, типа, пятно на лице, блин, удалило, и все. Ты или на вы, но я буду на ты, потому что на вы обращаются, когда уважают человека. Я тебя сейчас ни капли не уважаю. О, ма гад. О, щел. Вам удобно. У тебя было интервью, где ты сказала, я не хочу перекрашивать свои синие волосы, потому что мне важна натуральность, потому что я родилась с таким цветом волос. Я абсолютно натуральна. Твоя аудитория это дети. Исходя из этих слов, можно сделать вывод, что ты особенное и не такая, как все. Как подумают на это младшее поколение, что их кумир не такие, как они? Старшая поймет, что ты учишь врать. Ты делаешь это для того, чтобы на тебя обратили хоть какое-то внимание, ведь в тот момент у тебя не было никакого инфоповода, чтобы тебя заметили. Может, стоит задуматься, что ты произносишь на публику? Я абсолютно с тобой согласна, что стоит задумываться, что я произношу на публику. Вот теперь я это после последних событий еще больше понимаю. Но ты задал очень много вопросов. Что касаемо... Какие-то, блядь, большая часть вопросов абсолютно притянуты за уши. Ну, видно, что эти хейтеры особо много не думали, да? Чем можно такого ей предъявить? Придумали хуйню какую-то, сами ее создали, придумали, в это поверили и пришли задавать эти вопросы тупые, блядь. Сами не понимают, что они вообще в принципе задают, наверное. Их волос, цвета волос. Она в ТГ плачет. Прямо сейчас? Из-за чего? Из-за моей реакции? Чего она там опять плачет-то, блядь? Что я говорила? Которая с рождения у тебя? Которая у меня с рождения, да. Ну, я следовала советам... А что я делать? Да, вообще я ничего не сказал. Если что, я вообще, нет, ну, вообще ничего не сказал. Своего продюсера на тот момент это раз. А во-вторых, у любого образа должна быть легенда, ты же это прекрасно знаешь. И эту легенду нужно соблюдать. И многие артисты живут годами и десятилетиями в своем образе, а в жизни они вообще другие. И я очень сильно надеюсь, что сейчас, когда я сказала, что мой отец... Я надеюсь, что никто не пострадал от того, что я сказала, что мой цвет волос синий, а сейчас он оказался не синим или там, я не знаю, ни у кого не случилось нервного срыва. Прикинь, маленький ребенок все время сбривал волосы в надежде, что у него выросли именно синие волосы. Надеюсь, что нет. Вот. Но теперь я натуральная и я хочу быть такой. Просто если проанализировать это с темой квадроби... Ну, ебать, это хуня какая-то. Как предъявлять актеру, который играл Человек-паука, что какого хуя ты, оказывается, не Человек-паук в реальной жизни? И паутины ты стрелять не умеешь. Потому что куча детей смотрели Человек-паука фильм, поверили в эту хуйню и пошли себе паука на руку садить, чтобы этот паук их укусил. А он ядовитый оказался и они такие А я думал, я Человек-пауком стану, блядь. Что-то вообще, вот, вопрос, конечно. Минго, вот смотри, вот для чего квадроберы это делали? Это как, знаете, предъявлять родителям, типа, а какого хрена вы, когда я был мелким, рассказывали мне, что Дед Мороз существует. Вы чего меня обманывали, блядь, Деда Мороза не существует, сука. А вы мне говорили, что он существует. Для того, чтобы обратили на них внимание. По-любому. Да, я думаю. Вот, получается, тема с волосами, она же... Да, нет, Деда Мороз не существует, представляете? Ага. Так актер не говорил нигде, что он Человек-паук в реале. А она про синие волосы говорила, что это натуральные. Слушай, ну какая разница, ребенок все-таки может поверить в настоящего Человека-паука, как и в настоящего Деда Мороза. Вот здесь-то как раз-таки, вот здесь как раз-таки, не доебешься. Получается, нахуй родители, да? Обманывали. Очень похоже. Да, но здесь есть тонкая грань, не есть из миски, не какать в лоток и тому подобное. Мне почему-то кажется, что это вещи, которые крайне редко происходили. Кусать людей очень часто. Да, в этом прикол, что есть всегда в любом обществе, в любой субкультуре и так далее, люди, которые перебарщивают, а есть, которым просто в прикол. И в этом получается разница. Деток есть всегда, всегда есть. Киск будет завтра, но завтра отвечание будет. То в прикол всегда есть кто перебарщивает, абсолютно... Ты согласна, что синие волосы с рождения, это очень похоже и это странно. Кстати, да, Дед Мороз это скам получается. Ну, конечно. Я просто удивилась, что вообще кто-то поверил. Но если для вас синие волосы это преступление, я прошу прощения. Не казните, пожалуйста. Ну, если у тебя была легенда, что ты родилась с этими волосами, то что было в деревне со сморфиками? Когда мама мной забеременела, она встретилась со сморфиками и подружилась с ними в деревне. Блядь! Я не знаю, что тебе сказать, бро. Жалко не было мультиков про котиков. Я была молодая. Ну, ты сейчас посмотришь на 27-летнюю, почти 28-летнюю девушку, которая хочет замуж и детей. Что тогда у меня в голове было? Ветер гулял. Ну, вы сейчас тоже, вот сколько вам лет? 17. 17, вот давай в 27 встретимся, я уверена, тебе вопрос. Были ли у меня настоящие синие волосы, вообще в 27 лет волновать не будет. Что ты будешь думать о более глобальных вещах и о... Ага, получается, ага, через... Ну, я понял. В твоей жизни. Мне очень интересно, просто... Ну, давай. По-моему, я просто этот вопрос... И в итоге они встретятся через, там, 10 лет, получается. И заведут детей и семью. Вот. Я видел в одном из тех, кто нам присылал. Типа, я не помню. Вот его здесь не было, но нам его присылали. Я не знаю, почему вы не озвучили. Может, потому что тех, кто не пришел, должны были задать. Так вот, там звучало так. Вот в этот период, когда у тебя случилась вот эта ситуация с квадроберами, были ли люди из популярных, именно из шалона популярных людей, которые ушли после этой ситуации, которые не перестали с тобой общаться? Были те, кто начали странно себя вести в СМИ, например, Клава Кока. Но если они начали себя так странно вести, ты уже с ними не общаешься? Вот. Рассказываю историю. Случается ситуация. Для меня, когда случается какой-то скандал с артистом, любым, ну, вы сами тоже посудите, самое лучшее — это не комментировать. Либо написать лично человеку, его поддержать, либо поддержать публично, но лучше вообще ничего не комментировать, потому что это называется присосаться к хайпу, это сразу понятно зачем, чтобы тоже хайпануть. И я обычно всегда молчала, когда что-то случалось, и мы были подписаны друг на друга с определенным рядом людей, с определенными артистами. И когда это случилось, я видела, как там, например, Иосиф Пригожин за меня заступился, там, политики некоторые. Нихуя себе? А я думал, он умер. Как это он так? Я прошу прощения, ладно. Ой, блядь. Которые Мария Кожевникова там? Джонни мне написал, спросил всё. Чё-то она испалила, нахуй. Жив слоняра, блядь. Алё! Он скрывается, дура, блядь. Ой-ё-ё-ё-ё-ё. А он её там, наверное, по секрету писал. Блядь, да не обращай ты внимания этих квадроберов, ебаных. Ай-я-я-я-я. Он у тебя хорошо. И тому подобное. Но были те, кто перестал общаться за это? Да не то, чтобы перестал. А просто начали высказываться обо мне. Типа как... В негативном ключе? В негативном ключе. Но с ними ты сейчас общаешься? Так вот, слушай историю. Случилось комментарий от Клавы Коки. Она... Пригожин, оказывается, в Москву шёл за Меобойкой. Просто хотел с ней... Хотел её удивить. Привлечь её внимание. А она, видимо, ему отказала. Вот он и не дошёл до Москвы. Бля... Подписаны друг на друга были всегда. Она выставила, как она пробежалась на четвереньках, что она бежит меня пугать. Выставила приглашение этой девочки. Давай, приезжай, и я тебе покажу город на концерт и тому подобное. Ну, хайпанут решила чуть-чуть. Я такая... Офигеть. Я просто, честно говоря, после этого отписалась абсолютно от всех. Осталась подписана только на себя и на свою... Чебать. То есть, из-за того, что Клава Кока чё-то там, блядь, записала, она взяла и от всех нахуй отписалась. Интересно. Вот, если бы, предположим, я с этой Меобойкой бы общался. Предположим, мы были бы подписаны взаимно друг на друга в инсте. Потом в какой-то день я захожу и вижу, что она, блядь, от меня отписалась. Молча. И я такой... Интересно, блядь, чё это за хуйня такая? А потом окажется, что в итоге это из-за Клава Коки. А при чём тут я вообще? Какого хрена? Сестру. Подумала, что если такое лицемерие, зачем мне ещё от кого-то прилетит, а я не буду этого ожидать. Зачем у тебя вообще от кого-то ещё отписываться, кроме как от неё? Лучше тогда уже от всех отписаться. Но было шоу сейчас, и мы туда пришли. А не проще тогда вообще от всех людей отгородиться и ни с кем не общаться? Мало ли, среди них окажется какой-то гондон, который тебя потом обидит. А она была в жюри. Превентивный удар. И она абсолютно как ни в чём не бывала. Сейчас расхваливала меня. Говорила, какая я молодец, как я круто пою. И я вообще ничего не понимаю теперь. То есть для меня это абсолютно непонятно. Ну смотри, это же Балышов, которым она оценивала твои вокальные данные, правильно? Там всё, и вокальные данные, и выступления. Ну то есть как бы просто мой приход туда. Да, то есть либо это её профессионализм такой, потому что она сидит в жюри, и нужно было разделить эту ситуацию. Либо это её реальное отношение ко мне, что она действительно думает, что я молодец и хорошо пою. Но как бы в свете того... Певица Мия Бойко попросила родителей 8-летней девочки Квадробера из такого-то города забрать заявление в полицию, поданное после того, как она со сцена судила увеличение ребёнка. Комментарии и поведение для меня это было очень странно. Я не поняла. Но я вообще ни на кого обиды не держу, кроме одного человека. Я... Там, короче, вопрос просто так сформулирован был, что... Не, ну отсидит она там какое-то время в тюрьме, выйдет и, возможно, поменяет жанр своей музыки, будет шансон в итоге исполнять. Готова ли ты назвать тех людей, которые перестали с тобой общаться? Именно имена. И если ты не готова, то, получается, нужно было бы ему заплатить деньги. А, нет, никто открыто со мной не перестал общаться. Кто-то просто начал комментировать в СМИ. Но при жизни, когда они меня видят, они мне улыбаются и здороваются. Вот это очень странно. Это что, значит, они от меня отвернулись? Я не понимаю просто. А кто именно? Вот Клава Кока? Ну вот Клава... Клава, мышка, блядь, от компьютера. Больше я не знаю, это жну. Ну ладно, я понял. Давайте этот вопрос опустим. Если бы... Вот представь, ты родила дочь, ты пошла на концерт, ребенок стоит там, и там какая-нибудь популярная певица делает вот эту же тему, которую делаешь ты. Если бы потом ребенку нанесли травму, ты бы хотела, чтобы перед ребенком извинились? Потому что травма нанесена публично. И как будто публичное извинение, это самое логичное. Хотела... И сейчас она извинится под конец. И все. И ее репутация чиста. Чисто, чисто, вот знаете, пришла на передачу очиститься. Что ты думаешь про нее в итоге? Я думаю, что она слишком много думает. Как? Я не знаю. То есть она просто очень любит очень сильно загоняться по всякой хуйне. То есть она очень обидчивая. Ее задевает любая какая-нибудь даже мелочная хрень, даже если это шуточное что-то. Она это воспринимает как что-то серьезное, сразу в свою сторону. Вот. Поэтому и вот эта тема с судами постоянно вокруг нее крутится. Вот. Она загоняется пиздец, как я понял. Постоянно от всякой, опять же, какой-то херни, да? То есть и что-то кто-то в интернете напишет, даже какой-то шкаляр. Она может загнаться, блядь, пойти поплакать. Ну вот есть у нее вот эта вот особенность какая-то, наверное, да? Что я могу сказать? Сколько там она сказала? И 27 лет? Ну это, блядь, мне кажется, в таком возрасте уже бы, наверное, стоило перестать заниматься такой хуйней. Но есть у нее что-то такое, вот эмоциональное слишком. Бывает. И слишком резко все воспринимает. Норма. Тебя в магазине с игрушками унизила известная певица? Нет, я имею в виду, я привел этот пример к тому, что такое бывает. Сам ребенок тогда убегает, это нормально, так бывает. Поэтому, гипотетически, предположим, что вот так вышло, что ты стоишь с ребенком на концерте, он куда-то убежал, и на сцене произошло это событие. Хотела бы ты, чтобы артистка извинилась. А какое событие? Ну, что... Ебать мой хуй, блядь. Ебать мой хуй, блядь. Она делает вид, что не понимает или что? Какое событие? Ну тебе только что сказал, твой ребенок потерялся, блядь. Его нашли, вытащили на сцену. Подожди, ты о чем? Тут так вышло, что она осудила квадробинг, это нанесло травму ребенку. Нет, я бы не сладу. И это еще начали разжигать в интернете. А вот скажи, чего я буду чужой женщине предъявлять претензии за свои косяки? Это моя ответственность. И если кто-то обидел моего ребенка, я его пожалею. Но это моя ответственность, куда я его привела, куда я его отпустила от себя, потеряла ли я его, какую музыку он слушает и увлечения, которыми он занимается. Я понял. Ну что, ребят. Короче, я понял. Пусть мать извиняется нахуй этой девочке перед моей обойкой. Традиции в конце. Вы должны понять. Вы остались хейтером после всего того, что здесь произошло? Или все-таки переобулись и стали уже фанатом? Кто готов поднять руку? Вообще плевать. Ни фанат, ни хейтер. Вообще плевать. Что он считает? Передача хуйни. Егорик, я теперь твой хейтер. Имею ввиду. Ну реально. Ну ты задолбал. Ты зовешь типа хейтеров, а в итоге это нихуя не хейтеры. Это какие-то... Какие-то школьники, которые задают какие-то тупорывающие вопросы. Просто высоцанные с пальца. Ну как бы возможно и мейбойки-то... А что они еще и спрашивают-то на самом деле? Надо реально звать каких-то сомнительных личностей к себе. До меня, например. Но я не приду, потому что сам понимаешь. Но в общем и целом. У тебя нет хейтеров. Где хейтеры? Опять же, передача называется 50 хейтеров. А сколько тут вопросов было поднято? 5? 8 вопросов? Половина из которых, блять, буквально повторяются одно и то же. Спрашивают про этого кадробера сраного. Ну и шо, и где здесь хейт? Единственные там вот, которые плюнуло ей в лицо, да? Ну это было жестко, конечно. Ну, осуждая такое. Ну вот тут как будто бы реально был хейтер. И она хотела вопрос задать, а ей не дали, блять. Ну че за херня? Могли бы уже дослушать тогда. Потом пинком под зад выгнать. По ее логике, если женщина подойдет и ебает ее дочери, то она ничего не сделает, а просто пожалеет дочь? Или я что-то не так понимаю? Не, ну ты, конечно, не сравнивай. Вот. Да она просто не хочет извиняться и все. Вот есть у нее тоже черта характера. Нет, я не извинюсь до последнего. Не буду этого делать, потому что если она извинится, она признает свою неправоту. Тогда получается, зачем она все это время сопротивлялась? В пустую получается? И что, тогда в будущем люди не будут воспринимать какие-то ее слова всерьез? Или будут сомневаться теперь постоянно? Он понимает, что он переобулся и стал фанатом. Как можно фанатом стать? Ну, в принципе, как обычно. Есть люди, видишь? Типа, это неплохо. Что думаешь? Серьезно? Блядь, если людей так легко переубедить, переобуть. Я тогда не уделен, почему так много пиздюков и резко стали путинистами, блядь. Это, да, это, оказывается, вот как работает. Изи, катка. Я думаю, что все прошло очень интересно. Я, наверное, надеюсь, ответила на ваши вопросы, которые мне никто так никогда прямо не задавал. Это для меня очень интересный опыт. Спасибо вам всем за то, что вы пришли, потратили свое время. Спасибо за ваши вопросы, за провокации и вообще за все, что сегодня здесь произошло. Да хуйня, честно, вот скажу вам. Я ожидал большего, поэтому я и смотрел это в ожидании чего-то большего. А в итоге опять хуйня какая-то. Пиздец. Я в шоках. Да-да. Да-да. Да-да.